Так, меня зовут Александр. Сегодня расскажу про то, как мы в Одноклассниках храним бинарные данные. Для начала разберемся, что такое бинарные данные. Как вы думаете, что это? Про какие вообще данные идет речь? 0.1. А? 1.0. Логично. Нет, речь немножко о другом. В английской терминологии вы бы нашли бы blob, storage, что-нибудь такое. Оно у нас, собственно, так тоже называется. На самом деле речь идет про видео, фотографии, музыку и всякие подобные данные. Их отличительная особенность — это, собственно, относительно большой размер. Сущностей может быть не так много, но размер сущности — это десятки килобайт, может быть, сотни мегабайт и гигабайт. И вторая очень важная их особенность — это immutable. Эти данные не меняются. То есть если вы фотографию загрузили, то вы ее не меняете. Если, например, запись какая-нибудь в базе данных, то вы можете изменить ей какое-то поле, там, я не знаю, счетчик, фамилию, если это пользователь, поменять. То здесь фотография, она как загружена, так и лежит. Да, вы можете ее, конечно, отредактировать, например, но по сути это будет новая загрузка абсолютно другой сущности. Внутри фотографии вы не можете поменять так просто байтики. Это сильно облегчает некоторые задачи, которые связаны с хранением этих данных. И вернемся немножко назад, в 2011 год. В «Одноклассниках» тогда из таких бинарных данных были только пользовательские фотографии. Всего было 16 миллиардов фотографий. Ой, 1,6 миллиарда фотографий. Мы хранили 4 размера. Как вы думаете, для чего хранили 4 размера? Качество фотографии. Да, все правильно. Хранили очень маленький. По-моему, самый маленький был размер 50 на 50. Это маленькие аватарочки, которые были. И, собственно, самые большие были, по-моему, 640 пикселей. Все это занимало 200 терабайт данных. И полиции довольно активно грузили. Уже в то время было 3,5 миллиона загрузок в день. Сами понимаете, прирост довольно был быстрый. Кроме того, и смотрели эти фотографии тоже довольно много. То есть мы примерно раздавали 150 тысяч фотографий в секунду. Фотосистема устроена в «Одноклассниках» была очень просто. Сейчас чуть сложнее, но принцип один и тот же. Есть какое-то хранилище, в котором, собственно, лежат фотографии. Далее, когда пользователь хочет, собственно, загрузить фотографию, он совершает запрос по HTTP. Этот запрос приходит на сервера, которые мы называем «загрузчик». Это некий HTTP-сервер, который берет фотографию, что-то с ней делает, трансформирует, нарезает размеры, может быть, какие-то фильтры накладывает и сохраняет в хранилище. Все просто. Когда пользователю нужно фотографию отобразить, сервера, раздатчики вычитывают эту фотографию с хранилища. Возможно, кэшируют и отдают, собственно, по HTTP-пользователю. Тоже все очень просто. Самое важное с точки зрения хранилища – это какая нагрузка, собственно, приходилась на хранилище. Потому что сервера, раздатчики, они кэшируют что-то, самые часто используемые фотографии, особенно, например, маленького размера. Но, естественно, все в памяти скашировать невозможно. Поэтому довольно большой процент запросов приходится на хранилище. И на тот момент у нас было 14 тысяч чтений в секунду. Как вы думаете, это много или мало вообще с точки зрения нагрузки на сервер, на систему какую-то? Ну, сколько может, например, отдать один сервер с одним диском от обычной фотографии? Есть какие-то идеи? Ну, смотрите. В принципе, обычный диск, старый, добрый, не SSD, может максимум отдать где-то 100 фотографий в секунду. Ну, 100 чтений в секунду. Если это рандомные чтения. Если это не рандомные чтения, там может быть сильно больше, но мы это не рассматриваем. Потому что диски довольно большие, памяти, скажем, у нас довольно мало, в кэш помещается мало, фотографии никто подряд не смотрит, они из разных мест. Поэтому каждое чтение можно рассчитать, что это отдельный поход на диск, причем в разные места. И диску нужно переместить в головку. И время перемещения головки, оно примерно 10 миллисекунд. Соответственно, за секунду больше, чем 100 фотографий, ну, 100 чтений вы не можете сделать. Поэтому это довольно немаленькая нагрузка на самом деле. Кроме того, трафик. В фотографии, скажем, 640 на пиксели фотография, она у нас занималась, если мне не изменяет память, ну, в среднем 50 килобайт, например, 60 килобайт. Это не там 30 байт прочитать из какого-нибудь там SQL, поэтому трафик суммарный, который давали хранилище, был 9 гигабит уже в те времена. У нас в то время была самописная очень простая система. Называлась она 1DB. Мы ее использовали для хранения различных данных. Это key-value хранилище, в основе которого лежал Berkeley DB, джавовская его реализация, такая древняя система. Это in-process база данных. Просто key-value хранилище, в котором было две возможности, насколько я помню. Две структуры данных — это дерево и, собственно, хеш-таблица. И мы использовали схему master-slave. Как все это работало? Упс. А, я не туда ткнул. Сейчас. Назад ткнул. Блин, я туда не буду видеть. Сейчас. Да-да, я просто, чтобы видеть, о чем я говорю. А? Да, нормально? Значит, когда нам нужно загружить фотографию, сервер-загрузчик пишет фотографию на мастер, с помощью ремоутного протокола, который был основан на jboss-ремоутинг, потому что в то время ничего другого особо и не было. И когда она записана на мастер, мастер пишет ее на slave. Все как бы очень просто. При чтении, соответственно, мы можем читать либо с мастера, либо со слейва. Таким образом, если какой-то сервер выйдет из строя, то считать мы можем с другого сервера. Но вот с записью все намного хуже, потому что если мастер выходит из строя, вы писать больше не можете. Проблема еще с этой схемой заключалась в том, что мы хранили по факту 6 копий данных. То есть, с одной стороны, у нас есть мастер, с другой стороны, у нас есть slave. Мы хранили бэкап, потому что BerkeleyDB был, прямо скажем, не очень надежным. И часто карабтились данные. И кроме того, мы все это хранили на дорогостоящих староджах, многодисковых, внутри которых был райт. Один — это зеркало. То есть, данные хранились как бы одновременно на двух дисках. Итого, получается, 3 копии плюс райт — всего 6 копий. Да, значит, собственно, какие проблемы у нас были с 1db? Низкая отказоустойчивость. Как я говорил, если у вас вылетает мастер, то вы не можете писать. Вам нужно вручную переключить мастера. В силу особенностей реализации этой системы, иногда даже когда slave не работал, у нас мы теряли возможность записывать данные, если это происходило какое-то длительное время. Кроме того, масштабировать всю эту штуку было довольно сложно. Понятно, что 200 терабайт положить на один сторож невозможно. Система была уже партиционирована некоторым образом, то есть фотографии по, ну, блобы все по ID делились на несколько партиций, и как бы часть партиций обслуживали одни сервера, часть — другие. Но добавление железа требовало ручной довольно сложной процедуры. То есть нужно было взять файл с базы данных, разбить его на две, да, разнести руками на разные сервера. Все это требовало даунтайма, то есть система не работала, да. И это там ночной, длительный, болезненный процесс. И с каждым разом он становился, собственно, все дольше и все сложнее. Кроме того, производительность самого Berkeley DB, она, в принципе, была неплохая во многих системах, но конкретно для фотографий она нас не устраивала, потому что мы читаем не так много сущностей, но очень большие. И за счет просто особенностей реализации, да, много там CPU тратилось просто на копирование этих байтов много раз туда-сюда. В эксплуатации эта штука была ужасно сложной. Админы вспоминают это все с болью и с ужасом в глазах, да, потому что любые проблемы с этой системой приводили к тому, что там буквально там тебе ночь нужно было пахать от и до, и нужно было успеть там к утру, чтобы не потерять активность. И еще одна проблема — это стоимость. Шесть копий, во-первых, да, это довольно много, прямо скажем, большая избыточность. Плюс мы не могли покупать обычные сервера с обычными дисками, а использовали сториджи сами по себе, которые довольно дорогие. И мы очень сильно росли в то время, это был 2011 год. Если не изменяет память, примерно в два раза мы выросли за год. Кроме того, мы хотели дать пользователям возможность загружать фотографии большего разрешения, потому что уже появились там даже телефоны, уже фотографировали с большим разрешением, экраны становились лучше, и 40 точек, очевидно, уже было мало. Кроме того, полицейские фотографии — это замечательно, ну, нужно еще фотографии сделать, возможность загружать в группы, а потом еще музыка, а потом еще, не дай бог, видео. Ну, было очевидно, что рост объема данных такого вида, он будет очень стремительный, и нужно было что-то срочно менять. Мы, как всегда, собрались там с коллегами, решили, что нам нужно новое решение, и мы все всегда, работая, начинаем с того, что мы пытаемся собрать какие-то требования. Хотя бы высокоуровень, но основные вещи, на которые нужно сконцентрироваться, когда мы ищем какое-то новое техническое решение. Требования были, собственно, простые. Во-первых, система должна быть отказа устойчивая, и желательно переживать отказ дата-центра. То есть, если мы теряем дата-центр, все должно продолжать работать. Загружаться фотографии, показываться, ну, все как обычно. Кроме того, нужно сделать так, чтобы ее было легко масштабировать, потому что если мы будем расти дальше такими же темпами, то нам нельзя больше себе позволить тратить столько времени на расширение системы. Нам нужно просто уметь быстро добавлять оборудование. Плюс оборудование должно быть обычное, дешевое, простое. Обычные сервера. Там Supermicro мы в то время покупали. То есть, это самые простые тачки и с самыми простыми дисками. Без всяких райдов, без ничего. И бэкапить, там, терабайты, сотни терабайт, петабайты данных тоже очень дорого. То есть, нужна система, которая была максимально надежная, не ломалась бы, да, чтобы бэкапы заменить просто на несколько резервных копий. Вот по одной в каждом бета-центре, да. И последнее важное требование, которое мы предъявляем практически ко всем нашим системам, которые мы берем со стороны или разрабатываем сами, оно должно быть написано на Java. Причина очень простая. У нас много Java-разработчиков, и нет разработчиков на других языках, ну, кроме JavaScript сейчас. И плодить другие языки, это очень плохо, потому что это усложняет привлечение других людей, не знаю, разбор проблем и всего остального. Так как у нас есть experience в Java, то мы придерживаемся правила, что все должно быть на Java. Собственно, естественно, мы всегда начинаем с того, что пытаемся найти какое-то готовое решение. А вдруг что-то есть? Особенно, если это open-source решение, его можно доработать, то это, в принципе, идеально. В тот момент на самом деле ничего особо не было. Мы посмотрели на какие-то файловые системы распределенные, с ними все много сложнее. Ну, во-первых, это не Java. Во-вторых, они нас не устраивали по критериям эксплуатации и отказоустойчивости. HDFS. Java, отказоустойчивая, по дата-центрам распределения, все, что надо. С HDFS есть масса проблем. Во-первых, очень высокий latency. Его архитектура такова, что если бы вы читаете большой длинный файл, там, в несколько гигабайт подряд, у вас все будет замечательно. Но если вам нужно читать много относительно мелких файлов, ну, там, даже пускай по 100 килобайт, это будет сильно медленнее. Кроме того, у HDFS есть одно узкое место, это name-node. Это, по сути, единая точка отказа. Во-вторых, в тот момент даже не было возможности сделать мастер-слейф репликацию. Мы посмотрели еще на Кассандру. Почему на Кассандру? Потому что мы ее очень много на классиках используем. Но Кассандр, опять же, хорошо подходит для хранения каких-нибудь, сущностей обычных пользователей, метаданных про фотки, но не как небольших кусков байтов, там, сотнями килобайтами или мегабайтами. Всякое другое посмотрели, короче, и ничего не нашли. Решили пилить что-то свое. Система под кодовым названием OBS расшифровывается как раз OneBlock Storage. One — это у нас, как вам сказать, такая традиция все называть с One, которая пришла из прошлого одноклассников. Поэтому не удивляйтесь. Ну, поехали. Ассистектура приложения очень простая. Это клиент-сервер типичный. Клиенты — это, собственно, раздатчики, загрузчики, ну и, возможно, какие-то другие приложения, которые делают что-то с фотографиями, например. Мы общаемся, они с серверами по нашему пропоритарному протоколу, построенному на TCP. Тут никакой магии. Давайте посмотрим на, собственно, две основных функции системы. Есть пользователь, он хочет загрузить фотографию. Что у него есть? У него есть ключ. В нашем случае это ID фотографии и тип фотографии. По сути, это массив чекбайтов, в который закодирован идентификатор, собственно, того, что мы хотим записать, он коротенький, маленький и большой кусок данных, собственно, тела самой фотографии. В момент записи мы эти данные, значит, передаем на хранилище. Хранилище записывает эту фотографию, да, куда-то там, на диск, да, как данные кладет. Дальше в индекс помещает информацию о том, как по ключу эти данные на диске найти. Да, это, в принципе, в любой системе, примерно так в любом хранилище устроено. И, собственно, когда он говорит «Окей», пользователь спокойной душой уходит, считает, что фотография его загрузилась, она надежно хранится. Когда нам нужно фотографию отобразить, мы приходим к этому хранилищу с ключом, с этим коротеньким. Нам нужно пойти в индекс, по ключу найти информацию о том, где же эти данные расположены на диске, собственно, отдать их, и пользователь получил фотографию. В принципе, все очень просто. Важный аспект один, который мы сразу взяли в основу, когда мы строили систему, в том, что мы в качестве хранилища рассматриваем не сервер, а каждый отдельный диск в этом сервере. И это очень, ну, нечастая, скажем, вещь в большинстве хранилищ. Как вы думаете, почему это вообще важно? Почему важно рассматривать каждый диск отдельно, а не весь сервер целиком? Есть идеи? Ломаются, да. Ну, они и так будут ломаться. Да, все правильно. На самом деле, основная проблема в том, что когда происходит что-то с диском, многие системы скажут, все, сервер не работает. Ну, как бы, иди меняй весь сервер, я не знаю, чисти все данные, восстанавливай. Ну, это типичная ситуация. Той же Кассандры, например, HDFS, до недавнего времени при отказе диска вся нода у тебя останавливалась. Насколько я знаю, вроде сейчас эта проблема решена. Поэтому нужно, как можно, больше изолировать отказы, чтобы когда диск вылетает, весь сервер продолжал работать. Потому что сервера, которые мы покупали под эту систему, собирались покупать, они довольно большие. Это как минимум 24 диска. Да, и терять 24 диска из-за того, что у вас проблема с одним, не очень-то хочется. Кроме того, устанавливать, собственно, данных нужно меньше, естественно. Если ты потерял только один диск, и он у тебя прям изолированный, то ты можешь восстановить данные только этого диска. Тебе не нужно устанавливать весь сервер целиком. Ну, и еще важный момент. Можно перенести эти данные. То есть можно взять диск и перенести его физически, например, вставить в другой сервер, если у вас сервер накрылся. А может быть, даже и перевести куда-то там, ну, в другой дата-центр. Я не знаю. Теперь давайте посмотрим, как нам вот обеспечить вот эту вот самую резервацию, да, чтобы надежно все хранилось, чтобы все работало при отказе дата-центра. Для этого загрузчик, когда он пишет, собственно говоря, данные, он сразу пишет их на диски, на разных серверах, в разные дата-центры. Правильно? Каждая копия должна быть в своем дата-центре. В этом случае мы при потере дата-центра потеряем только одну треть. Это супернадежно и классно. Как мы делаем? Если у нас при записи вылетает сервер или диск, то мы можем записать только на две ноды, на третью мы не запишем. И это мы считаем достаточным. То есть если мы записали на две из трех, мы считаем, что мы надежно сохранили, и вероятность потери довольно маленькая. И тогда мы пользователю скажем, что все окей. Если мы потеряем две из трех, то есть мы сможем записать только на один сервер, мы пользователю скажем, слушай, не получилось, надо как бы повторить. Нам важно сделать так, чтобы если пользователь к нам загрузил что-то, он был бы точно 100% уверен, что мы ее никогда не потеряем. Еще один важный момент в том, что сервер мог временно быть недоступен по какой-то причине, ошибка или еще что-то, или его просто остановили, или электричество там пропало, а потом включилось. Мы записали на две реплики, а на третьей фотографии нет. Когда он вернется в работу, и мы попытаемся с него прочитать данные, их там не будет. И это, в принципе, проблема. Нам нужно каким-то образом восстановить эти данные. Потому что запросы начнут ходить на все три реплики. Для этого есть фоновый процесс, который поддерживает консистентность данных между репликами. Там немножко побольше я расскажу, как это работает. При чтении все намного проще. У нас есть три реплики в дата-центрах разных. Мы можем читать с любой из них. И мы можем попасть и читать с первой, если она отказала, пойти со второй и читать. Там, например, диск сдох. Ну, пойдем прочитаем с третьей, в конце концов. То есть на чтение доступность очень высокая. Еще выше, чем на записи, собственно. Как нам теперь понять в этой всей схеме, где же нам данные наши искать? Вот у нас есть ключ. Внутри сервера все понятно. У нас есть какой-то индекс. Мы по индексу можем понять, где данные лежат на диске. Но как нам понять, к какому серверу идти? Серверов у нас дофига. И очевидно, что нам нужно ответить на несколько простых вопросов. Во-первых, на каком диске находятся эти данные. Во-вторых, на каком сервере сейчас находится этот диск. Правильно? И, собственно, IP-адрес сервера, как к нему достучаться. Кроме того, нужно ответить на вопрос, как мы эти данные будем распределять по кластеру. То есть, окей, да, у нас есть три реплики, они в разных центрах, на разных дисках, но на каких именно дисках, по какому алгоритму мы их будем по этим дискам распихивать? Есть куча вариантов. Наверное, слышали кто-то про консистент хэшинг или просто про какие-то более простые способы. Один из самых простых способов – это взять ключ, посчитать от него хэш, потом взять этот хэш, это будет число, поделить его на… взять остаток отделения от количества дисков, например, у вас 10 дисков, взять остаток отделения, и вы получите какое-то распределение более-менее равномерное между дисками. Но в этой схеме протеционирования есть одна проблема. Кто знает? Да, он не работает так, как работал до этого. Правильно. Потому что если у вас есть 10 дисков, стало 11. Остаток отделения, функция полностью съедет. То есть все данные перемешаются. Вам нужно все данные переместить, практически 100% данных, близко к 100%, нужно будет переместить между дисками. Понимаете почему? Ну потому что 11 раньше при разделении на 10 давало вам единичку, и он был на первом диске. Когда у вас стало 11, он вам стал давать 0. То же самое с 12, с 13. То есть все хэши, они все перепутываются, и нужно сделать очень много телодвижений, чтобы переместить данные между дисками, и это очень дорого. Очень долго. Есть другой вариант. Можно взять тот же самый хэш, получить остаток отделения на не количество дисков, а некие абстрактные сущности, которые называются партиции, которых сильно больше, чем дисков. Например, миллион. И потом каким-то образом эти партиции распределить между дисками. Скажем, у вас 10 дисков и миллион партиций. Когда вы делаете 11 диск, вы берете и просто говорите, теперь у нас вот эти вот партиции, они лежат не на вот этих вот 10 дисках, а какую-то часть партиций перемещают. Говорите, они должны быть на 11 диске, вот на этом. В принципе, мы так и сделали. Проблема, то есть это, в принципе, штука рабочая, и она очень классная, но с ней есть одна проблема. Как разместить эти партиции? Во-первых, если мы сделаем какой-то, просто попытаемся сделать логаритм, который их размещает, ну какую-то функцию, которая их размазывает таким образом по дата-центрам, нам нужно учесть очень много всяких факторов. Во-первых, реплики должны находиться в разных дата-центрах. То есть у нас не одна реплика, а три. Нам нужно учесть, что, ну, то есть как бы три разных функции распределения. Кроме того, нам нужно сделать так, чтобы эти партиции как можно больше были перемешаны. Что я имею в виду? Вот если мы посмотрим на пример, да, у нас был диск, на котором лежала партиция 0 и 2. Когда диск вылетит, нам нужно будет читать все данные из других дисков. Соответственно, на те диски прибавятся нагрузки. Правильно же? Правильно. Если бы в другом дата-центре картина бы полностью повторялась, то нагрузка прилетела бы на какой-то один диск. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы нулевая партиция лежала на одном диске, вторая партиция на другом диске. Таким образом, дополнительная нагрузка, она будет размазана между разными дисками. И чем больше у вас партиций, чем лучше они размазаны, тем больше у вас будет размазываться эффект от недоступности диска или сервера. Кроме того, есть еще всякие другие вещи, которые нужно учесть. Например, размер дисков может быть разный. Изначально они были, например, терабайтные диски, мы ставили. Теперь у нас 10 терабайтные. Это тоже нужно учесть. И функцию сделать такую довольно сложно. И мы подумали, зачем нам нужно сделать функцию. мы же можем просто это посчитать, взять хэш, сделать какое-то количество партиций по простой обычной формуле, то есть остаток отделения, а потом куда-то записать эту таблицу партиционирования прям физически. Заранее посчитать ее где-то и куда-то записать, и чтобы все ей пользовались. То есть она очень простая. Там партиция такая-то, лежит на таких-то дисках. Тогда это оффлайновый расчет, который может заранее по какому-то там алгоритму прикинуть, куда нам, как партиции разложить, чтобы они меньше пересекались, чтобы они лежали в разных дата-центрах, чтобы, ну, в общем, учесть вот все-все к самой критерии. При такой схеме, когда мы расширяем кластер, вот у нас было, например, там 6 дисков, мы добавили еще 2 диска, мы просто идем и меняем в этой таблице партиционирования, говорим, теперь у нас нулевая партиция будет лежать не на первом, втором, третьем диске, а на первом, втором и седьмом диске. И перемещаем только эту партицию, маленький кусочек данных, берем и перемещаем на другой сервер. Все бы ничего с этой схемой, но перемещение этих данных, оно, во-первых, тоже создает какую-то нагрузку, во-вторых, нам нужно их переместить, потому что, когда мы будем читать, мы должны знать, что... Скажи, я запутался, объяснить пытаюсь. Момент чтения, в общем, если мы будем использовать новую таблицу партиционирования, мы будем идти на диск 7, в данном случае, например, чтобы прочитать данные с нулевой партицией, но там этих данных еще нет, они еще лежат на третьем, на третьем диске, то есть нам их нужно скопировать туда, там удалить. Это тоже такой длительный довольно процесс, но в принципе вполне себе рабочий. Но мы подумали, что можно сделать по-другому, потому что мы знаем хорошо про наши данные, мы знаем, что там лежат фотографии, фотографии хранятся по ID, и этот ID — это возрастающее число. Раз это возрастающее число, то мы в любой момент знаем, какой у нас есть максимальный ID фотографии, сейчас записанный в хранилище. Предположим, у нас на текущий момент есть ID фотографии, записанный максимальный, там, тысячу, да, можем сказать, вот до тысячи у нас была вот такая схема партиционирования, с шестью там дисками, а после тысячи у нас совсем другая схема партиционирования, и те ID, которые больше тысячи, мы должны читать по-новому. Таким образом, если мы будем читать ID-шку, фотку с ID-шкой 500, мы посмотрим эту таблицу и скажем, о, ну мы знаем, в тот момент партиции были расположены таким образом, да, а если мы будем хранить, читать фотку с ID-шкой 1500, то мы пойдем уже во второй регион, да, и будем использовать для чтения новую таблицу партиционирования. И нам не надо перемещать данные никуда. Это позволяет прям мгновенно переключить партиционирование. Кроме того, эту схему можно в будущем расширить, и мы потом со временем сделали, для того, чтобы все-таки плавно перепортиционировать, причем можно через год это сделать, можно сразу, с любой скоростью, ты ни от чего не зависишь. Какие преимущества у этой схемы, да, ну, очевидно, что с одной стороны, тебе не нужно хранить местоположение каждого объекта, да, как это была бы максимально гибкая схема, но дорогостоящая, потому что тебе нужно для каждой фоточки, пришлось бы хранить еще на каком диске она лежит. С другой стороны, ты можешь очень эффективно размещать партиции, можешь соблюсти кучу всяких разных правил, да, потому что ты считаешь это в оффлайне. Кроме того, перемещать данные, собственно говоря, не надо, ну, во всяком случае, это по желанию. Но есть один большой недостаток, кто знает какой. Ну, это, в принципе, идеально. У нас было, на реальном примере, у нас там было там, мы начинали с 24 серверов, они у нас заполнились на там 80%, да, мы поставили еще 24 сервера, говорим, сменили таблицу процессионирования, говорим, теперь все, теперь мы пишем 90% нагрузки примерно, мы пишем на новые диски, 10% на старые, чтобы она заполнялась до конца, да, и мы это прямо так переключили, и через секунду у нас данные начинают писаться на новые диски. Никакого перемещения данных, все плавно, все хорошо. Но один недостаток все-таки есть, жирный. Ну, проблема в том, что в этот момент, когда мы переключили, у нас на новые диски, с одной стороны, пишется сильно больше, чем на старые, то есть нагрузка на запись намного больше, чем на старые, с другой стороны, и читается довольно много, потому что там свежие фотографии, тех, которых еще не попали в кэш. Нагрузка довольно большая. И этот перекос, он может быть весьма существенный, причем как в одну сторону, так и в другую. То есть сначала, получается, у вас сильно большая нагрузка была на старом кластере, потому что там много данных, потом она начинает перемещаться на новый кластер какое-то время, и она всегда будет неравномерная, практически никогда она не выровняется. И это может сыграть очень злую шутку. Но мы как бы заранее посчитали, мы понимали, что мы с этим, в общем, справимся, и нам хватает запаса по нагрузке. Но в целом, это довольно большой недостаток, который, во всяком случае, сильно усложняет мониторинг и как бы эксплуатацию, потому что, когда вы смотрите на графики, у вас есть очень разные показатели. И когда мы там в течение пяти лет расширяли кластер много раз, например, то у вас есть разные группы серверов, с разной нагрузкой, и их очень сложно сравнивать между собой, и иногда приходится тратить время, чтобы понять, что же происходит. Собственно, да. Неравномерное распределение нагрузки. Окей. Вот у нас есть вся вот эта вот сложная штука с партизационированием. Есть сервера, есть клиенты, загрузчик-раздача. Как-то теперь все это нужно координировать между собой, что-то должно быть, что распределяет, во всяком случае, информацию по кластеру о том, где хранятся данные. Мы взяли TheKeyber для этого, вам вроде как про него рассказывали. Все и клиенты, и серверы, они, собственно, работают TheKeyber, и он используется для следующих вещей. Во-первых, там хранится сама схема партизационирования, то есть как найти, собственно говоря, эту партицию, на каком диске она лежит. Кроме того, сами сервера рассказывают про себя. Он говорит, мое имя такое, у меня IP-адрес такой. Это позволяет не задавать никакую жесткую конфигурацию, собственно, кластера, какие у вас сервера и какие у них IP-шники. Ты включил сервер, тебе нужно ему просто сказать, что у него кластер там фото, и он автоматически, собственно, все его увидят, все о нем узнают, и начнут к нему ходить. Также он рассказывает, собственно, про свои диски, какие у него их диски, там ID-шки, статус, живой, неживой, сломался, и все такое. И важная штука, это последний ID записанной сущности как раз для того, чтобы реорганизовать вот это вот переключение, чтобы можно было знать, с какой ID мы можем сейчас переключить схему партизационирования. Теперь попробуем пойти вовнутрь, уже посмотреть, как устроен сервер внутри. Как я говорил, хранилище для нас это диск, поэтому сервер это, собственно, набор хранилищ. Каждый диск это одно отдельное, совершенно независимое хранилище. У него есть, собственно, индекс, как по ключу найти данные, собственно, сами данные где-то там, и лог изменений. Сейчас рассмотрим, что такое лог изменений, чуть поподробнее, попозже. Плюс еще есть хинты, про которые тоже расскажу, это тоже важная часть, которая хранится на сервере. Вокруг этого всего есть какой-то API, собственно, с которым работают клиенты. Значит, как хранятся данные внутри одного хранилища? Ну, данные хранятся на диске, на обычном HDD. Они хранятся в некоторых сегментах, файлах. И какая-то фоточка, когда вы ее записываете, она помещается в какой-то сегмент, где-то в середине его лежит. В индекс же мы записываем маппинг по ключу, смещение, где найти эти данные в сегментах, и, собственно, размер сущности. Потому что, когда мы говорим, дай нам по ключу фотку, мы не знаем заранее ее размер. Поэтому в индексе хранится размер. И это все хранится в памяти для того, чтобы сократить количество обращений на диск, опять же. Потому что мы посчитали, что то самое соотношение размера сущности к... Размер сущности довольно большой, как я говорил. Это все-таки фотографии, а не какие-то там другие мелкие записи. Поэтому мы можем позволить себе запихнуть всю эту информацию в память. Потому что она очень компактная. Это, грубо говоря, 21, по-моему, или 22 байта. Ну что-то такое на каждый ключ. Что происходит при записи? Вот у нас есть с одной стороны диск с этими файлами сегментов какими-то, и с другой стороны индекс. У нас есть понятие активного сегмента, то есть только один файл на диске мы используем для записи. Для чего это сделано? Для того, чтобы запись была максимально последовательной. Потому что, как я говорил, рандомные операции с диском, они очень медленные, последовательные, очень быстрые. Если вам нужно много писать, то гораздо эффективнее писать последовательно. Поэтому у нас есть один файл, в который мы пишем, и он называется активный сегмент. В нем есть некая позиция текущая. Это, собственно, смещение в нем, с которого мы будем сейчас начинать писать. Это, по сути, конец предыдущей записанной фотографии. И когда нужно записать, мы записываем по этому смещению данные. В индекс мы говорим, так, вот этот ключ теперь у нас указывает на это смещение такой-то размер. И, собственно, позиция текущая смещается. И следующая будет писаться уже после нее. Как я говорил, данные, организованные в виде сегментов, это файлы, которые лежат на файловой системе. И их размер 256 мегабайт, практически во всех кластерах, кроме видео, там 1 гигабайт. Структура данных очень простая. Там хранится ключ, собственно, дата записи, размер сущности, сами данные и в конце контрольная сумма. Понятно, для чего нужна контрольная сумма. Все всегда ломается, диски все эти ненадежные, всякое бывает. Контрольная сумма нужна для того, чтобы верифицировать целостность данных. И они так вот подряд все лежат. Когда мы дописываем кусочек 256 мегабайт на сегмент до конца, мы открываем новый и начинаем писать в него. Что же такое индекс? То есть, казалось бы, у нас в этом файле, в большом сегменте, 256 мегабайт, в принципе, есть вся информация. У нас есть ключ, у нас есть размер, мы, собственно, знаем смещение. Мы можем просто его прочитать подряд и на самом деле построить в памяти какую-то хеш-таблицу и все. И дальше мы просто будем приходить в нее, в эту хеш-таблицу и искать. Но какая проблема с этим? А? Нет. Колить это не так страшно. То есть, даже если ты запишешь два раза одну и ту же сущность, ты знаешь, как сегменты у тебя писались, например, по очереди, ты прочитаешь, будешь когда читать, прочитаешь ее один раз, прочитаешь второй раз, в хеш-таблице у тебя будут все равно последние уже данные. Указывать на последний сегмент, последнее положение этой фотографии. Это, в принципе, не страшно. Очень много данных, если без сегмента. Это все равно нужно делать. Она у нас хранится, сразу скажу, сбегая вперед, не в хипе, а в офф-хипе. Ну, то есть, мы не аллоцируем джавскими средствами, а аллоцируем средствами One Neo библиотеки. Это аллокация вне Java процесса для того, чтобы не нагружать GC. Хеш-таблицу все равно придется строить. Проблема в том, что если вам нужно просканировать даже терабайт данных при скорости 100 мегабайт в секунду, можно посчитать, сколько времени это займет. Для того, чтобы найти просто все эти ключи, которые в файлах встречаются, и построить эту хеш-таблицу. Это будут часы, скорее всего. Поэтому хеш-таблица должна быть в каком-то другом виде, который мы быстро можем сконструировать после рестарта сервера. Поэтому хеш-таблица хранится, с одной стороны, в памяти. Это обычная хеш-таблица, в которой мы пишем ключ, и в качестве данных мы пишем смещение и сегмент. С другой стороны, мы пишем лог. Лог изменений. В принципе, многие системы устроены именно таким образом. Лог — это просто последовательная запись действий, которые выполнялись с этой хеш-таблицей. То есть, если мы помещаем новую запись, мы в лог пишем запись о том, что она там поместилась. Если мы удаляем из хеш-таблицы, то мы пишем в лог запись о том, что запись с ключом 1 была удалена. Это просто последовательный лог. Теперь у нас уже проблема сильно меньше. Теперь мы можем просто проиграть весь лог после рестарта сервера и восстановить эти данные. Изменений сильно меньше, чем, собственно говоря, самих данных. Это уже не терабайт, это уже гигабайт, например. В принципе, уже неплохо. Можно сделать еще лучше. Можно сделать так, чтобы не надо было сканировать все логи, проигрывать. Можно сделать более какой-то хороший вариант. И большинство систем делает каким образом. Мы берем хэш таблицу и периодически, например, раз в день сохраняем на диск. Всю, как она есть. Сохранили, комминтологи удалили и оставили только те, которые были на момент, собственно говоря, начала сохранения хэш таблицы. В следующий раз, когда у нас сервер растетанется, мы прочитаем хэш таблицу и накатим изменения. Изменения будут уже за день, а не за 10 лет. В принципе, примерно так у нас все и работает. Хэш таблица хранится на диске. Мы ее просто не храним целиком, не перезаписываем. Мы перезаписываем в нее те измененные данные, которые измененные данные, короче, как я перезаписываю. Но при этом мы идем точно по такому же алгоритму. Мы начинаем новый коммитлог. Мы сохраняем состояние на диск. Потом мы делаем fsync. и потом мы удаляем старые логи. Те, которые были до того момента, когда мы начали сохранять. Таким образом, мы уверены, что коммитлоги, которые мы удалили, они уже не нужны, потому что все уже на диске. Теперь вопрос, кто знает, что такое fsync и зачем он нужен? Как очищаются удаленные записи и старые логи? Не совсем. А кто знает, как происходит запись на диск вообще? Я открыл файл, говорю, в Java, в write, говорю, записываю туда, например, массив байтов. Через буфер. Где буфер? Что за буфер? Ну, в общем, да. На самом деле, когда вы в Java или даже не в Java пишете что-то на диск, в Java, если у вас будет файловый outputstream, в Linux у вас будут функции всякие системные, вы, физически, записав данные, не запишите их, логически записав данные в outputstream, вы не запишите их на диск. На самом деле, какое-то время, причем неизвестно какое, будут находиться в памяти и операционная система их запишет, так она посчитает нужным. Какие условия записи? Ну, вы закрыли файл, да, оно запишется. Что еще? Вы возили fsync. Это, собственно, команда записать явно данные на диск. Казалось бы, если fsync, ну, как бы, есть, почему его не делать каждый раз? Потому что это очень медленно, потому что запись, это, как я говорил, перемещение головки и запись данных, причем запись целого сектора. Если вы записали byte, то переместить головку и записать целый сектор, это достаточно дорогостоящая процедура, поэтому обычно это делается либо явно, либо там операционная система сделает это за вас, но не гарантированно в какой момент. Поэтому, чтобы нам быть уверенными в том, что данные действительно записались на диск, нам нужно сделать fsync и только тогда удалять логи. В противном случае вы точно потеряете данные. Окей. Теперь все классно, мы научились писать в эту систему. Есть еще проблема удаления. вообще проблема удаления данных, особенно в распределенных системах, это гораздо большая проблема, чем проблема записи данных на самом деле. У кого-то есть идеи вообще, почему? Почему в распределенных системах реально сложно удалять данные? Да, и непонятно, сколько его нужно хранить. Основная проблема. Почему? Да, потому что, если у вас есть три сервера, и вы удалили данные на двух серверах, а на третьем не удалили, что-то пошло не так. Когда вы начнете сравнивать данные и переводить их в консистентное состояние, вы не можете сказать, что же правильно. Это данные, которые отсутствуют на двух репликах, а на одной она есть, или все-таки и она была реально удалена, но с этого сервера ее не удалили. Поэтому в обычных распределенных системах, которые должны быть консистентными, факт удаления это специальная запись о том, что фотка или сущность была удалена, и она живет довольно продолжительное время для того, чтобы быть уверенными, что на всех репликах, на всех трех репликах это удаление было применено. В противном случае она появится. Поэтому в системах хранения данных, которые мы используем для хранения метаданных, полицейских данных, от тех же метаданных фотографий, мы используем совсем другие системы хранения данных, которые как раз будут хранить эту могилу очень долго. Здесь же, как я говорил, эти данные очень специфические. Это и мутабельные данные, во-первых, во-вторых, это те данные, которые, если мы не удалим и она появится заново, это не страшно. Потому что пользователь все равно не сможет ее посмотреть, если в нее не было доступа к ней. А если он был, то линк уже мог утечь в интернет, грубо говоря, и уже быть куда-то скопирован. В этом смысле для нас восстановление этих данных, оно никакой опасности не несет. В отличие от того, чтобы, например, у вас метаданные в этой фотографии всплыли бы обратно. То есть вы, грубо говоря, зашли в свой альбом, удалили фотографию, через день заходите, она у вас опять есть. Это беда. А так как это всего лишь какой-то блоб, который работает по прямой ссылке, которая еще и временная, это вообще не проблема. Поэтому мы здесь могли себе позволить не заниматься вот этими сложностями. Но проблема с удалением все равно остается. И она связана, собственно говоря, с фрагментацией. Удаляют не так много, но тем не менее в сегментах вот этих вот по 256 мегабайт накапливаются дырки. То есть вот вы удалили там одну фотографию, удалили вторую, там есть дырочки. Ну, как бы их немного, но со временем может накопиться, скажем, 10-15%, а может быть и больше. И жалко тратить место так просто. Хотелось бы как-то подужать это все дело. Для этого существует процедура компакшена, которая делает очень простую вещь. Она берет вот новый текущий какой-то сегмент и начинает в него просто переписывать данные, не удаленные из старого сегмента. И в разных классерах по-разному, но у нас там, скажем, в большинстве стоит 80% такой трешхолд. Если данных занято меньше, чем 80%, то мы его компактим. То есть мы берем, перемещаем из него все данные в новый сегмент и его целиком удаляем. И он может быть переиспользован. Вот эти 256 мегабайт освобождаются и может быть переиспользованы для других данных. Теперь давайте поговорим про нарушение консистентности. Откуда оно может взяться? Ну, самая простая вещь это плановые работы какие-то. То есть, собственно, вы там взяли остановили сервер для того, чтобы обновить софт или еще что-то. У вас сервер недоступен и в этот момент на него не записываются данные. Соответственно, он становится неконсистентным и это проблема. Потому что мы хотим иметь всегда три реплики. вторая самая частая ошибка это какая-то ошибка записи которая произошла. Причем по непонятной причине. Может быть сбой быть сетевой. Ну, просто там не знаю собственно сам клиент мог быть перегружен. Да, у него там цепа был чем-то занят. Причин может быть масса. Просто сработал тайм-аут например. Мы не записали. Мы не знаем тайм-аут случился по какой причине. Мы вынуждены гарантировать каким-то образом что все-таки мы дозапишем эти данные. что мы приведем рано или поздно в консистентное состояние эту реплику. Как это происходит? Значит, когда мы пишем данные на наши сервера мы делаем три попытки. Если одна из попыток закончилась неуспешно мы на две остальных которые закончились успешно пытаемся записать хинты. Хинты это тоже специальная команда какая-то которая пишется в отдельное хранилище и в этой команде указано что такой-то ключ он должен был быть записан или удален. Нам в принципе больше ничего знать не надо потому что он есть на других репликах нам просто нужно знать ключ. Собственно он записывается в вот эти специальные хранилища и потом когда сервер оживает или в любой другой момент хинты из этих хранилищ они вычитываются тот сервер для которого они были предназначены он узнает что он потерял какие-то ключи либо это было удаление либо запись он собственно производит эту операцию локально. Если это удаление ему вообще ничего не надо он просто пишет удаляет все локально. Если это хинт о том что была какая-то сущность загружена он идет и тащит сущность других серверов на которые она была успешно записана и записывает ее локально. Вот. Теперь самое веселое собственно что случается с этими хранилищами где много дисков это поломки дисков и замена. Как вы думаете вообще как много ломается дисков как часто они ломаются? Процент я не знаю какой-нибудь 20 что 20? 20% в день день ну не на самом деле во многих компаниях я вот замечал когда с многими людьми общаешься у которых ну небольшое количество оборудования считается что вообще сервер это очень надежная штука она крайне редко ломается диск чуть менее надежная штука но это все равно если диск потеряли это что-то с чем-то при нашем количестве дисков каждый день меняются диски и не один каждый день у нас есть по-разному 2, 3, 5 бывает и больше после выходных их вообще целая пачка дисков которые нужно поменять поэтому это в принципе вполне себе рутинная процедура и как у нас это все происходит вот у нас был сервер на нем было каких-то там 5 дисков один из них вылетел у нас есть резервный какой-то диск мы берем резервный диск говорим так теперь ты будешь диск номер 1 и собственно говоря заводим его в ротацию и он активируется и все очень просто нам тоже просто нужно переназначить ID на новый диск нам нужно еще как-то восстановить данные восстановление данных происходит сразу же с кучей реплик почему? потому что мы берем партиции больше чем количество дисков как я говорил мы их пытаемся размешать так чтобы остальные реплики они лежали сразу на многих дисках это позволяет нам гораздо быстрее эффективнее устанавливать данные мы как минимум используем соотношение 1-10 то есть один диск 10 партиций то есть при чтении мы будем читать с 20 реплик потому что у нас есть 2 реплики и 10 партиций того у нас 20 то есть мы читаем одновременно с 20 дисков это позволяет нам сильно уменьшить влияние восстановления на работу всего кластера потому что если мы читали бы с одного диска это было бы а. медленно во-вторых сильно бы влияло на работу собственного приложения потому что чем быстрее бы вы читали тем больше был бы эффект все замечательно все восстанавливается и работает теперь собственно результаты запустили мы это все если мне не изменяет память где-то за 3 месяца по-моему вот всю эту систему она была написана и запущена оказалось не так страшно и долго да она конечно потом дорабатывалась много вещей которые были доделаны и улучшены со временем но в принципе первая рабочая система была запущена довольно короткий срок и начали мы с 24 серверов очень простые сервера по 16 гигабайт памяти в них все вполне себе влезало обычные сетевые интерфейсы на 1 гигабит и вот тогда мы первый раз купили вот эти здоровые сервера которые там казалось вау это сервера на 2.4 диска это 4у сервера если кто знает что такое у что такое 4у или 1у не знаете сервера ну стандартное место в стойке да оно там имеет некий размер грубо говоря и вот эти большие стойки с серверами да обычный сервер у него это вот один слот занимает вот эти 4у это 4 слота то есть это 4 сервера мелких либо один большой такая вот здоровая штука весом вроде около 100 килограмм то есть ее инженеры когда они ставят эти сервера на стойке нужно иметь хорошую физическую подготовку их нельзя так просто взять вытащить что-то посмотреть вот это было первый наш опыт по-моему с такими большими серверами диски тогда были 1 терабайт который мы ставили это было не самые топовые диски понятно но самые топовые они очень дорогие обычно то есть это по прайс-перформансу тогда были самые лучшие диски вот и собственно схему которую мы придумали тогда была такая мы 20 дисков используем под данные два диска у нас вот стоят в резерве в резерве для замены и два диска мы используем под систему для того чтобы если диск навернется в систему чтобы не надо было возиться с восстановлением линукса и всего остального почему вообще два резервные диска откуда они взялись на самом деле а штука такая есть выходные если у вас дох диск то в выходные никто не побежит не будет менять диск вставлять там новый люди хотят отдыхать есть конечно у нас дежурные инженеры но так как у нас хостинга 3 ты не можешь держать трех инженеров если у тебя есть например один инженер то ему придется ехать в другой хостинг вставлять диск это очень хлопотно поэтому мы храним на серверах резервные диски и как только диск какой-то сдыхает человек просто нажимает на кнопочку типа восстановить этот диск сюда и все происходит дальше автоматически ему ничего не надо делать это сильно сокращает собственно починку вот немножко о производительности что мы получили где-то в номинальном режиме эти сервера работали и отдавали 600 фотографий в секунду это примерно 350 мегабайт мегабит трафика и синтетические тесты которые мы проводили проводили для того чтобы померить что мы можем отдать по максимуму для того чтобы понять что будет при выходе дата-центра из строя и какой у нас там запас дальше по росту это где-то 2000 чтений в секунду и 900 мегабит в секунду 2000 чтений в секунду откуда? закрепим так сказать материал да 20 дисков 100 чтений в секунду собственно вот получается 2000 в секунду теория сошлась с практикой но при этом на самом деле сервера естественно работают уже не очень хорошо то есть время чтений довольно сильно возрастает скажем при нагрузке 60 чтений в секунду время практически остается нормально запустили все хорошо но нужно как-то это добро мониторить да потому что локейт 24 сервера это не так много но когда у нас там всего было 4 или 5 тысяч серверов нельзя так просто взять оставить систему чтобы она там работала за всем нужен автоматически какой-то присмотр который бы вовремя сообщал о проблемах собственно что мы мониторим в первую очередь мы мониторим собственно сам кластер его состояние мы спрашиваем некоторых серверов из кластера про то какие сервера сейчас недоступны какие диски сейчас недоступны и как только диск выходит из строя по какой-нибудь там ошибке чтения или записи он автоматически помечается как дохлый в зукипере отмечается что диск сейчас того и монитор сообщает инженеру там диск на таком-то сервере больше не рабочий он идет нажимает на кнопочку чик и все а сейчас это делает вообще робот админы написали скрипт который собственно в случае такой аварии он сразу идет автоматом нажимает диск активируется инженеру сделается таск на замену диска диск подсвечивается там как-то автоматически он приходит просто вытыкает меняет он другой вообще магия кроме того мы мониторим собственно сами сервера естественно опять же сервер рассказывает про то что у него с дисками он рассказывает все ли хорошо у него с зукипером то есть имеет ли он соединение зукипера там видит ли он состояние кластера и все остальное работают ли все хинты в порядке там то есть это как отдельный сторож его тоже надо мониторить потому что если хинты перестанут писаться у нас точно так же могут быть проблемы ну и плюс всякие непонятные ошибки это довольно важная штука потому что разработчики всегда ошибаются даже я вот и ну часто бывает такое что у вас просто какой-то там непонятный эксепшен поэтому любые непонятные эксепшены которые вы не знаете как обработать а знаем мы только read эксепшен ну его эксепшен по сути все остальное для нас это непонятная ошибка и она должна сразу отобразиться в мониторе чтобы разработчик пошел посмотрел влоги что случилось и в Java для этого благо есть средства вот ну и собственно да отдельно мы мониторим the keeper потому что если он сломается то запись в кластер прекратится чтение будет работать с записью будут проблемы на сегодняшний день в OBS у нас хранится очень много всего система так сказать пошла в массы вот всего 19 сейчас кластеров это фотки видео музыка это вот аттачменты в сообщениях даже подарочки наши любимые смайлики скины оформления ну эти темы оформления да профили и еще одна интересная штука которую мы положили туда это загружаемые файлы началось это собственно говоря с истории с видео и сейчас и музыка и аттачменты все используют похожую схему когда мы думали как делать видео вот вы берете там файл например размером 10 гигабайт и загружаете его ждете там час-два он у вас там загрузился мы говорим ну все спасибо товарищ дорогой значит мы твой файл загрузили и тут нам нужно его обработать обработать значит что нарезать его ну в разные тоже качества возможно да прогнать через fmpg что может занять там час возможно за это время диск может сдохнуть сервер может сдохнуть правильно обычно же темп ну способ какой мы взяли загрузили положили файл на диск запустили там например fmpg как с картинками это можно себе позволить только с картинками мы можем дождаться пока процесс закончится и сказать пользователю да или нет с видео час мы не можем дождаться и у нас есть большая очень вероятность что этот час диск сдохнет ну или или еще что произойдет а мы то пользователю сказали что все спасибо родной мы загрузили для того чтобы добиться высокой доступности даже в этом моменте когда пользователь загрузил видео оно еще не обработано мы тоже используем OBS и когда файл пишется к нам загружается мы его сразу же начинаем писать в другой OBS ну временный мы его называем там tmp.obs это временный кластер мы по кусочкам туда его пишем маленькими кусочками и когда пользователь загрузил мы говорим да все спасибо мы точно уверены что этот файл никуда не денется потому что он точно так же хранится в трех экземплярах и когда он обработается мы его удалим и там компакшен он немножко там оптимизированный под этот сценарий но он пойдет почистит данные и вот в таком режиме у нас работает видео и все остальное вот так что если вы загружаете что-то в однокласснике то с момента когда вам сказали что загружено все хранится очень надежно так теперь перемещаемся в 2016 год немножко так сказать вернемся вот в 2011 году мы запустили ОБС все было хорошо мы были очень счастливы и жили собственно 5 лет с этим добром у нас было напомню в 2011 году примерно 250 терабайт фотографий потом записали музыку в ОБС положили в подарочки потом видео видео у нас в 2013 году уже был один петабайт в 2011 году для сравнения нагрузка на хранилище была если мы помним 14 тысяч чтений в секунду и 9 гигабит внимание в 2016 году 250 тысяч чтений в секунду и 350 гигабит то есть трафик вырос вообще сильно да потому что появилось видео видео запросов меньше сущности сущности самих сильно больше не стало ну как а трафик стал больше да с 9 до 350 гигабит вырос оборудование на тот момент уже было вот так вот 600 таких серверов 4у начинали с 24 18 тысяч дисков было диски уже на тот момент были 8 терабайт самые большие то есть хозяйство было здоровое но казалось бы в чем проблема система хорошая все работает действительно с точки зрения работоспособности все было хорошо но видео все-таки стало доставлять нам проблемы во-первых оно стало очень популярно если кто-то не знает то одноклассники в россии по просмотру видео по-моему на первом месте ну или на первом месте после ютюба я не знаю но во всяком случае видео у нас смотрят больше чем в других во всяком случае российских сервисах плюс разрешение видео если мы начинали опять же с разрешения не помню сколько там 720 нараточек да то появилось желание хранить 4к видео и все вот это вот плюс одноклассники запустили оклайф это стриминговый сервис там люди стримят по часу по два и это каждый раз новое то есть если видео там кто-то загружает с интернета приколы или еще что-то то это одно и то же много раз то стримы это каждый раз новые данные в конце концов в шестнадцатом году у нас объем данных прирастал на один петабайт в месяц то есть представьте у нас было 250 терабайт фотографий всего там за четыре года или сколько там пять лет существования одноклассников да тут мы получали один петабайт в месяц плюсом и мы так посмотрели что 15 петабайт которые мы имели в шестнадцатом году в семнадцатом году были бы уже 25 петабайт и так далее и рост был нелинейный но собственно еще такой мы прикинули что в семнадцатом году у нас было бы уже не 600 а 800 серверов и проблема первая очевидна это стоимость то есть ну это реально дорого стало хранить потому что на покупку оборудования и на оплату собственно говоря места в стойках в дата-центрах уходит довольно много денег есть еще одна проблема в дата-центрах стало тупо заканчиваться место и в Москве не так много дата-центров в которые можно так вот прийти и просто-напросто поставить там несколько тысяч серверов мы начали думать над тем что нам нужна какая-то новая еще более прогрессивная система и она появилась под кодовым названием OCS кто догадается что это One Cold Storage почему Cold потому что со мной концепция была в том чтобы поместить туда как бы не очень горячие данные ну то есть старые данные грубо говоря мы в общем отталкивались от этого поэтому и название такое появилось на самом деле они не такие Cold они вполне себе ворм вот какие цели мы перед собой поставили как всегда начали собственно с задачи и целей первое хранить дешевле во-вторых хранить еще надежнее потому что чем больше дисков чем больше серверов тем больше не выходит из строя собственно нам нужно как-то себя обезопасить еще возможно больше опять же все должно так как и раньше работать при отказе дата-центра да и плюс каком-то еще одного диска потому что дата-центры у нас отказывают довольно часто как это не парадоксально кажется опять же там же все зарезервировано два ввода питания там я не знаю там два оптических кабеля там ну все вот это вот на самом деле это довольно часто случается причем по разным причинам иногда весь дата-центр отказывает иногда сеть всего дата-центра иногда там стойка например ну не стойка а ряд целый да а ряд это где ряд там и дата-центр причины причем самые разные первая смешная авария у нас была после которой мы собственно серьезно беспокоились отказом дата-центров это пожар в мусорнике каком-то там но этот мусорник стоял под мостом а сверху шли собственно кабеля оптические так как дата-центр стоял по-моему не на острове но в каком-то таком месте неудобном что кабеля все оба резервных оба кабеля основной типа и резервные да оба шли под одним и тем же мостом потом они конечно расходились в разные места к разным провайдерам но шли они вот под этим мостом где сгорел мусорник который запалили какие-то нехорошие люди вот аварий было много разных там один раз во время бури балкой пробило систему охлаждения и дата-центр переставел охлаждаться это было лето и все что можно было сделать это грубо говоря открыть двери и начать тушить сервера в смене полезными данными оставить только самые полезные и таких вот разных всяких было историй очень много и ну там раз в год два раза в год когда как оно случается ну и при этом естественно у вас всегда в этот момент есть какой-нибудь один диск который сейчас не работает потому что как я говорил каждый день какой-нибудь диск там мы меняем ну и соответственно хотелось бы так чтобы при работе при неработе дата-центра и каком-то потере диска все продолжало работать еще это важно потому что когда у вас много серверов вы постоянно с ними делаете какие-то работы ну обновить линукс обновить софт ну еще что-то сделать я не знаю и если у вас в этот момент что-то недоступно в другом дата-центре то в принципе вы не можете производить никакие действия у вас все останавливается даже если у вас один сервер недоступен в другом дата-центре вы во втором по факту ничего не можете делать потому что может пересечься данные и вы потушите второй сервер и получится что две реплики из трех у вас недоступны поэтому хотелось бы иметь какой-то больший запас по доступности ну и еще упростить больше эксплуатацию казалось бы и так все просто но так как дисков уже 18 тысяч и количество все прирастает вот эта замена дисков становится настолько уже рутинной и частой процедурой что хотелось бы на ней сэкономить время как-то это дело упростить ну первое с чего мы начали давайте изменьшим избыточность зачем нам хранить три реплики давайте хранить меньше сэкономим деньги сэкономим на железе все в общем-то просто самые очевидные схемы которые приходят на ум это сделать просто зеркало то есть не три реплики а две одна в одном центре другая в другом мы сразу сэкономим полтора раза избыточность будет только 100% ну то есть на одну полезную часть у вас есть одна еще бесполезная но при этом вы можете потерять только один диск это очевидно не наш вариант второй вариант взять сделать XOR просто то есть два дата-центра данные поделены пополам половинку в один дата-центр половинку в другой в третий дата-центр положить между ними XOR избыточность еще меньше но опять же допустимая потеря дисков только один точно не наш вариант давайте возьмем какие-нибудь более сложные коды коррекции ошибок есть такие довольно известная штука это коды Рида Соломона которые используются во многих системах хранения данных в тех же райдах там еще всяких базах данных суть их вот в чем вы берете данные делите их на какое-то количество кусков частей то есть у вас есть массив грубо говоря данных вы его распилили на одинаковые кусочки потом вы взяли каждый кусочек сохранили на свой диск плюс к этому вы посчитали вот эти коды коррекции их тоже некоторое количество и каждый код коррекции сложили тоже на свой диск что вам это дает возможность потерять столько дисков сколько у вас этих кодов коррекции то есть если у вас есть 10 кусочков с данными и 5 кодов коррекции то вы можете потерять любые 5 дисков с данными или с кодами коррекции неважно вы всегда сможете восстановить в принципе отличная штука давайте посмотрим как нам вписать в нашу схему с тремя дата-центрами вот мы берем данные коды коррекции нам нужно данные распределить например по двум дата-центрам половинку данных в один дата-центр половинку в другой дата-центр и коды коррекции в третий все как бы зашибись так как мы должны иметь возможность потерять дата-центр то мы не можем в один дата-центр положить больше чем собственно говоря треть получается что избыточность в этом случае у вас будет более чем 50% что в принципе очень хорошо это если 50% то это полтора раза грубо говоря избыточность а не в 3 это мы в 2 раза бы сэкономили на железе в принципе очень хорошо теперь давайте посмотрим вот на тот самый пример когда у нас есть 10 кусочков данных и 5 кодов коррекции что происходит когда мы потеряли диск как нам данные эти восстановить мы берем какой-то диск новый начинаем восстанавливать нам нужно декодировать данные из других других дисков и записать каким-то образом эти данные на собственно новый диск проблема в том что чтобы восстановить нам нужно прочитать данные из 10 дисков в принципе это не страшно это фоновый процесс который происходит не спеша где-то там ну ничего страшного в этом нет проблема в другом есть еще клиенты которые сейчас хотят смотреть собственно фотографию или видео они приходят а диска нету соответственно все их запросы мы должны на лету пустить через некий слой который будет заниматься этим декодированием то есть на каждый запрос пользователя у нас будет 10 запросов к разным дискам мы должны прочитать данные декодировать ну в принципе если это один диск не страшно но что будет если откажет дата-центр в этом случае а в этом случае мы все запросы пользователя если мы пропустим через вот это само декодирование то мы получим на каждый запрос 5 запросов в один дата-центр и 5 запросов в другой дата-центр таким образом нагрузка вырастет собственно говоря в 6 раз на каждый дата-центр если посмотреть на разные схемы репликации с кодами Риде Соломона то в зависимости от того сколько вы дисков готовы потерять вы должны иметь определенный запас по мощности потому что у вас будет тот самый рост нагрузки при отказе дата-центра то есть если вы хотите иметь возможность потерять 5 дисков то вам нужно 500% запас это вообще не наш вариант даже если например диски и сервера смогут это вытащить вам еще нужно сетевое оборудование причем сетевое оборудование которое позволит вам читать много трафика из другого дата-центра это жирные каналы между дата-центрами и все такое это очень дорого ну скажем 200% мы можем себе позволить давайте посмотрим что это значит например мы возьмем три части данных три части кодов кодов коррекции ошибок и разложим их вот таким вот образом в каждый дата-центр положим данные и коды коррекции в принципе очень неплохая схема можно потерять три любых диска при потере дата-центра у нас будет все работать и даже при одном неработающем диске нагрузка будет всего лишь плюс 150% вообще отличный вариант и избыточность плюс 100% то есть только в два ну не три реплики а по сути дела две реплики хороший вариант почему бы нет но мы решили пойти немножко другим путем расскажу как мы это сделали мы взяли данные разделили на те же самые десять кусочков положили в один дата-центр пять кусочков в другой дата-центр между ними пока ничего нового в каждый дата-центр мы положили рядом с данными еще два кода коррекции они не используют коды Рида Соломона а используют более простой алгоритм про который я расскажу и в дата-центр в третий положили XOR между этими кодами коррекции еще данных у нас получается десять кусочков кодов одиннадцать избыточность сто десять процентов ну в принципе там было сто процентов здесь сто десять чуть-чуть хуже но посмотрим зачем мы это все сделали во-первых что такое evennode тот самый алгоритм по которому мы считаем коды коррекции на самом деле он очень простой это тот же самый XOR здесь у вас есть пять дисков с данными вы берете данные на каждом диске делите на четыре кусочка и первый код коррекции это просто XOR между всеми пятью кусочками ну на всех пяти дисках да ну просто вот первая первая из четырех частей на всех пяти дисков она между ними делается XOR и записывается как первый код коррекции а второй код коррекции это тоже XOR но только посчитанный по диагонали между вот этими всеми блоками таким образом у вас получается два кода коррекции каждый из которых покрывает полностью весь набор данных алгоритм очень простой очень быстро работает нет никаких сложных вычислений и дает вам возможность потерять два любых диска вот в этой схеме то есть вот у вас есть семь дисков да вы можете потерять два любых и сможете восстановить давайте посмотрим как в нашей вот этой сложной схеме работает восстановление данных предположим мы потеряли какой-то диск у нас есть два варианта либо взять evennote и прочитать данные восстановить с помощью этого кода коррекции для этого нам нужно прочитать пять пять реплик данных с пяти дисков а есть второй вариант прочитать XOR да прочитать две реплики данных из других дата-центров сделать XOR во-первых читать сильно меньше надо во-вторых операция с точки зрения CPU намного проще поэтому это сильно эффективнее что будет при отказе дата-центра все просто у нас XOR мы просто читаем данные из одного дата-центра читаем данные из другого дата-центра делаем XOR и восстанавливаем избыточность по нагрузке всего лишь 100% то есть нагрузка всего лишь удваивается и с точки зрения отказа от центров это очень эффективный способ теперь давайте просмотрим хитрый сценарий какой-нибудь сложный когда отказало вот много всякого разного например у нас вылетел диск номер один мы говорим ага нам бы восстановить его по-простому как-нибудь но по-простому не получается потому что если мы попытаемся восстановить его с помощью XOR у нас отсутствует шестой диск он тоже вылетел окей мы можем шестой диск восстановить с помощью кодов коррекции ошибок прочитав с пяти дисков восстановить данные из шестого диска и потом с помощью XOR восстановить данные которые были на первом диске и в принципе это все можно сделать на лету, на самом деле. То есть, чтобы сделать вот это на лету, нам нужно читать с шести дисков данные и сразу применять оба алгоритма. Что нам это дает? Мы можем потерять любых пять дисков. В любой комбинации. То есть, с точки зрения отказа устойчивости, схема очень хороша. Можно потерять и дата-центр плюс диск, и вот, в принципе, пять любых дисков. Очень мало шансов, что вы потеряете данные. Поэтому, если данные в УЦС, то вообще надежно железобетонно. Но давайте посмотрим, какие есть сложности вообще в этой всей схеме. Записать, прочитать, как бы понятно, как, а вот записать, есть большая проблема. Вот смотрите, есть у нас фотография. Например, у нас есть один вариант. Разбелить ее на десять маленьких кусочков и применить всю эту магию с кодами коррекции, со всеми делами. Есть второй вариант, взять эту фотографию и положить ее целиком, в один большой какой-то кусок. Ну, предположим, у нас есть кусок в несколько гигабайт, и вот между такими кусками многогигигабайтными мы производим вот эти все вычисления с кодами коррекции, все такое. Тогда у вас фоточка помещается в один кусок, и он лежит где-то там в каком-то одном диске. Разница между этими схемами очевидна в нагрузке на чтение, потому что когда вы фоточку взяли, распилили на десять кусочков и положили на десять разных дисков, то, чтобы прочитать, вам надо будет в десять раз больше сгенерировать нагрузки на кластер. Может быть, даже вы фотку прочитаете за то же самое время, но нагрузка на кластер будет в десять раз больше. То есть, если у нас было 250 тысяч чтений в секунду, то при такой схеме кодирования у нас было бы уже два с половиной миллиона чтений на кластер. Это не наш вариант, очевидно. Мы выбираем, собственно, другой вариант. Мы кладем фотку целиком на один диск. Но тогда вопрос возникает следующий. Вот мы взяли фоточку, записали ее в какой-то там, вот на один диск, в одном дата-центре. Теперь у нас диск сдох. Пока мы не дописали до конца все десять кусочков, мы не можем посчитать коды коррекции. У нас как бы не из чего их посчитать, потому что первый кусочек зависит от, ну, некоторые коды коррекции будут зависеть от первого кусочка и от десятого. Пока вы не дописали все до конца, у вас их нету. Соответственно, у вас данные фактически лежат в единственном экземпляре. И это ненадежная схема. Получается, пока не дописано все это вот до конца, все коды коррекции не посчитаны, у вас один экземпляр, и все, и мы так не можем себе позволить. Поэтому нужно что-то придумывать. Первое, что приходит на ум, давайте делать так. Так, давайте писать сначала все в три дата-центра, в три реплики. То есть все десять кусочков с данными положим в одном дата-центре, в другом и в третьем. И будем писать параллельно во все три места. Тогда у нас будут три копии, все будет хорошо. И когда мы допишем до конца вот эти все десять кусочков, тогда мы посчитаем коды коррекции, перейдем на новую схему, старое лишнее удалим, и все заработает. В принципе, такой вариант рассматривался в самом начале. И как система общего назначения это, наверное, единственный вариант был бы, как сделать. Но так как мы, опять же, знаем что-то про свои данные и система специализированная под нас, то мы зашоткатели, как обычно. Мы решили, что у нас есть уже ОБС, в котором уже все хранится в трех экземплярах. Зачем нам еще раз хранить в трех экземплярах где-то? Мы же можем сделать как? Вот у нас есть фотография, она хранится в ОБСе. Мы берем ее оттуда. Сначала она в ОБСе была, а потом мы ее переносим в ОЦС. И когда все допишется до конца и посчитаются коды коррекции, тогда мы ее удалим из ОБСа. Поэтому пока процесс переноса не закончился, мы ее читаем из ОБСа. А когда перенос из ОБСа закончится в ОЦС, мы ее из ОБСа удалим. Таким образом, мы оставили ОБС для первоначальной записи данных. Все фотки и видео пишутся по-прежнему в ОБС, а потом они переезжают в ОЦС через какое-то время. Что в результате получилось? В результате, как я уже говорил, избыточность мы сократили с 200% до 110. Дисков теперь можно потерять не два, а уже пять. Все очень надежно, очень хорошо. Осталось разобраться, как это все работает. Все начинается с концепции сегментов и блоков. Сегмент — это вот этот большой кусок данных, 84 гигабайта, который состоит из кусочков по 4 гигабайта. То есть все данные мы распилили на кусочки по 4 гигабайта. Очевидно, что в 4 гигабайта влезет и фоточка, и кусочек видео, и все что угодно. Если что, видео мы не храним целиком файлы, мы их храним кусками по 64 гигабайта, как раз по причине того, чтобы бывают видеофайлы по 14 гигабайт, я не знаю, и не хотелось бы хранить такие большие, ну, их целиком. Мы их поэтому делим на части. Вот. Мы выбрали такой размер 4 гигабайта, просто как баланс между количеством блоков и, собственно, дырками, которые у нас остаются из-за того, что иногда мы там до конца что-то не дописываем, ну, все такое. Короче, с потолка. Да, итого, значит, соответственно, у нас 40 гигабайт полезной нагрузки и 44 гигабайта всяких там дополнительных кодов коррекции. Хранятся они на серверах данных. Сервер данных — это совершенно тупая штука, в которой напихана куча дисков, так же, как в OBS. Только сейчас у нас есть уже 36-дисковые сервера, а не 24 гигабайта. Естественно, никаких райдов там, каждый диск как отдельное хранилище. И сервер очень простой здесь. Сервер данных умеет только записать блок данных, то есть прям записать байты. Записать 4 гигабайта, больше он ничего не умеет. Умеет прочитать из этого куска 4 гигабайта, сколько-то откуда-то, ну, с какого-то смещения, сколько-то байт умеет прочитать. И он еще выполняет, собственно, две простых команды. Восстановить блок данных и удалить блок. Ну, удалить понятно. Есть некоторые процессы, когда данные освобождаются, место, и блоки удаляются. А восстановление — это, собственно, вот та самая процедура, когда нужно пойти на другие сервера, на других дисков, взять данные, прочитать, произвести вот это вот декодирование и записать новый у себя этот 4-гигабайтный кусок. Собственно говоря, все. Внутри у него есть некий мониторинг, который следит за состоянием дисков и всего там остального, проверяет целостность данных периодически, считает, что у него там CRC в порядке для этих файлов и выполняет вот те самые команды восстановления плавненько там где-то в фоне. Как мы храним данные на диске? Ну, в принципе, структура очень простая, есть какая-то табличка, в которой есть списочек блоков, которые у нас есть, какие-то свободные, какие-то занятые, и потом просто подряд идут блоки по 4 гигабайта. Ничего сложного нету. Каждый блок у него есть, собственно, идентификатор, у него есть статус, контрольные суммы для проверки целостности, ну и, собственно, 4 гигабайта полезной нагрузки. И блоки, они просто бывают в разных статусах, они бывают свободные, бывают блоков, которые сейчас пишется, бывает блок активный, это значит, что с него можно читать, в нем все хорошо, коды посчитаны, или блок, который сейчас восстанавливается, например, с других реплик, или блок, помеченный как запорченный, да, это если у него, например, побилось с РЦ по какой-то причине, хотя, по-моему, такого ни разу не было. Данные довольно большие, жирные, довольно много данных приходится перелопачивать, особенно, когда мы восстанавливаем данные, но 4 гигабайта восстановить, это какая-то работа. Для того, чтобы снизить нагрузку на CPU, мы активно используем нашу замечательную библиотеку OneNew, она open source, если что, там есть своя реализация сокетов, да, нативная, это для того, чтобы эффективно реализовать сетевую часть, при этом она поддерживает send file. Кто-то знает, что такое send file вообще? послать файл, что может быть проще? На самом деле, если вы просто возьмете файл, через файл input stream, и будете писать его в сокет output stream, у вас будет некоторое дополнительное телодвижение делать, делаться, связанное с копированием байтов. Когда вы будете читать данные из файла input stream, вы будете читать их по факту в какой-то байтбуфер. Потом из этого байтбуфера вы будете писать в сокет. В середине это будут происходить еще какие-то копирования, уже не на вашем уровне джава. Send file позволяет взять файл с диска и прямо напрямую минуя джава, минуя ваш процесс, по сути дела, отправить его в сокет. Таким образом, вы сильно экономите CPU на вот этом самом копировании байтиков несколько раз. Это позволяет сильно сэкономить CPU, да, в тех системах, где действительно много отдается трафика. Ну, там все эти инжинсы, они все умеют это самое делать, как раз по той самой причине. И мы, собственно, им тоже активно пользуемся, потому что так просто из Java это сложно воспользоваться, а вот с помощью OneNeo можно очень легко пользоваться, так что если вдруг надо будет, пользуйтесь. Кроме того, всякие операции с этими блоками данных большими, да, мы делаем тоже не в JavaHip, а вне JavaHip, то есть мы аллоцируем память с помощью системных утилит, грубо говоря, да, а не Java-ских там new byte array, ну, массив byte, да, за счет этого мы снижаем нагрузку на GC, в JavaHip коллекторе не надо будет собирать, собственно говоря, этот мусор. Опять же, в OneNeo есть для этого всякие утилитные замечательные классы для того, чтобы аллоцировать память, освобождать, что-то с ней делать. Вот она на JavaHip есть, можно пользоваться. номинальная нагрузка сейчас на эти сервера, ну, сейчас, может быть, меньше, когда мы запускались, было где-то полтора гигабита в секунду. То есть полтора гигабита в секунду отдавал один сервер. Как раз Java медленная, вот смотрите, это график нагрузки на CPU. Синенькая, это ее await. Кто-нибудь знает, что это такое? Это время, которое CPU тратит на ожидание дисковых операций, по сути дела. То есть нагруженный сервер, который работает с диском, если диск хоть немножечко загружен, он будет тратить на это какое-то время. И это совершенно нормально. А вот юзер CPU это тот CPU, который потребляет ваше приложение, когда вот она гоняет байт или еще что-то делает. Это паразитная нагрузка для такого рода систем, потому что эта система она ничего не делает, по большому счету. Она просто берет данные с диска и отдает большинстве СМС. И здесь она у нас менее 1%. Это к тому, что Java в принципе может быть вообще не очень медленной. Если что, у нас есть раздатчики видео, которые отдают 40 гигабит в секунду трафика. Немного программ написанных на C. Вот так. Так что Java может быть вполне себе быстрый. Вот. Окей. Теперь перейдем к всяким веселым вещам, связанным с отказами. Самая типичная ошибка, которая случается в приложении, которое работает с данными, это, собственно, ошибка чтения записи. Это его exception. но за многие годы эксплуатации OBS мы поняли, что есть и другие более интересные ошибки. Например, диск может потеряться. Как так? Вот у вас ребутнулся сервер по какой-то причине, может быть специально, может быть случайно, сервер загрузился, стало на один диск меньше. Мало того, они бывает меняются местами, например, если это диски, смонтированные в файл системы, они могут поменяться местами еще. Самый неприятный эффект, который может случиться, это тормоза диска. Он не просто умирает сразу же и начинает отваливаться ошибками, он начинает просто долго отрабатывать запросы. И если у вас 36 дисков и один начинает медленно работать, он может заэффект и все остальное. Потому что у вас есть какие-то очереди, еще что-то, у вас будут накапливаться запросы, они не будут обрабатываться, потому что один диск долго обрабатывает. А долго это может быть не 10 миллисекунд, например, а 2 секунды. Считайте, что у вас не работает весь большой сервер с кучей данных из-за того, что один тормозит. И это может продолжаться долго, потому что ошибок-то он не сыпет никаких. Это может продолжаться час, два, три. Пока это диагностируется, пока примется решение, что его нужно совсем убить, для этого нужно, чтобы человек посмотрел, что с ним. Может быть он все-таки хороший, может быть проблемы в приложении. Довольно такая непростая штука. Опять же, мы это уже видели и попытались это учесть как-то. как мы с этим боремся. Во-первых, каждый диск максимально изолирован, еще более изолирован, чем в ОБСе. Во-первых, он по-прежнему является одной единицей кластера, а не сервер, а именно диск мы воспринимаем как некую сущность в кластере. Это для того, чтобы если он сдохнет, то нам нужно было чинить его, восстанавливать его и все остальное. Кроме того, мониторинг не на уровне сервера, а на уровне диска. То есть мы смотрим за диском, за его параметрами, за его статистикой, его ошибки, целостность данных и все остальное. Все происходит только на уровне диска. Дальше уже такая чисто программистская штука, которая позволила избавиться от всяких спецэффектов, это все пулы обработки запросов. Например, когда у вас приходит реквест на сервер от клиента, у вас не какой-то общий пул обработчиков, там, трэдпул, например, в Java, который работает на все ваши запросы, а у каждого диска свой. И если один диск начинает тупить, да, этот пул переполнится, но остальные все продолжат работать. Опять же, всякие фоновые процессы, которые происходят, проверка целостности, восстановление блоков, они тоже все изолированы. У каждого диска есть свой процесс. Таким образом, они не пересекаются практически нигде. и это дает очень высокую защиту от всяких процессов, которые происходят в кластере. А происходят они довольно часто. Теперь давайте сравним процесс замены дисков. В OBS, как я рассказывал, там все было хорошо и просто, но для админов это выглядело примерно так. Сначала нужно диск отмонтировать, потому что там была файловая система, и данные лежали на диске в файлах. Хоть и больших этих 256 мегабайт, но тем не менее это были файлы. Соответственно, нужно отмонтировать диск. Это по сути команды файловой системе. Linux говорит отмонтируй. Она не всегда работает. Бывают такие проблемы с диском, что отмонтировать его просто нельзя, и нужно физически рестартовать машину. К сожалению, это редко случается, но случается. Кроме того, один человек админ должен отмонтировать. Потом инженер на месте должен пойти физический диск поменять. После этого нужно, чтобы админ на этом новом диске создал раздел, замонтировал его, и, собственно, запустил процесс установления данных. Да, у нас сейчас там скрипты есть, которые это делают, но вот эти процессы, они все несут в себе какую-то дополнительную сложность, которая может сломаться. Мы подумали, зачем нам файловая система, если у нас все предельно просто. У нас есть список блоков и потом 4 гигабайта куски. Файловая система по большому счету нам вообще не нужна. У нас есть диск. Диск — это просто по большому счету один большой файл, на который можно писать самим. А файловая система — это как база данных над этим файлом, построенная. И оказалось, что действительно в Java можно прям все это очень просто сделать. можно выполнить системную команду, получить список блочных устройств, открыть прям файл devsdc. devsdc — это для вас выглядит как обычный файл, вы его открываете и начинаете в него писать, читать. На самом деле это физический доступ к диску практически. Через блочное устройство означает, что у вас по-прежнему работает page cache и вся вот эта вот штука. Это есть RAW девайс, это прямо физический доступ к пайлам. А блочное устройство — это настройка тоже операционной системы, которая позволяет вам работать с диском вроде как с одним большим куском данных, как с одним большим файлом без файловой системы, но при этом остается page cache. Page cache — это, собственно, кэширование файловой системы, которую мы не хотели бы терять. Вот. И все, мы просто открываем этот файл, пишем в самое начало файла и в конец таблицу MBR, GPT. Если кто-то знает, что это такое, это partitioning table. Да. Это то, что у вас делает там F-диск, он вам показывает вот это вот, parted, команды такие в Linux есть замечательные для того, чтобы отформатировать диск. Форматирование диска — это и есть запись, собственно говоря, маленькой структурки в начало диска. Вот. И мы туда же прям записываем ID диска какой-то уникальный для того, чтобы его идентифицировать. Это позволяет нам системными утилитами видеть этот диск как специальный диск, специальной файловой системой, которая называется там, спортицией, которая называется cold storage, там, ID такой-то. Но при этом с ним ничего нельзя сделать. То есть нельзя писать файлы, удалить нельзя, да, но зато мы точно можем его идентифицировать и работать с ним. Вот. Что в результате? Теперь нам не надо монтировать, размонтировать. Мы не зависим от файловой системы, потому что у файловой системы есть свои недостатки, как раз связанные с тем, что если диск 1 начинает тормозить, то у вас могут произойти всякие спецэффекты, когда вся файловая система станет колом, потому что, например, она не может сделать тот самый fsync. Сейчас у нас этого нету. Плюс, как только инженер вставил диск, он сразу же появляется в системе, кластер его сразу же видит, на него сразу же начинают восстанавливаться данные. Вообще делать ничего не надо. Магия. Ну и теперь, соответственно, у нас есть только инженер, который вставляет в диски. Админ, в принципе, вообще не нужен никогда. И, может быть, да, у нас будет какая-нибудь робота, который будет ездить менять диски в будущем. Есть еще один интересный момент с восстановлением данных. Вот в EBS, как я рассказывал, когда у нас вылетает диск, мы берем чистый диск, начинаем восстанавливать, с кучей реплик, все хорошо. 10 ТБ диски появились. Сколько мы можем писать на диск? 100 МБ в секунду. Если посчитать, 27 часов. Представьте себе, если у вас каждый день вылетает куча дисков, да, и каждый восстанавливается 27 часов, ну, как бы велика вероятность, что рано или поздно что-нибудь где-нибудь пересекется. Хотелось бы быстрее как-то. В OCS мы сделали немножко по-другому. У нас есть эти 4 ГБ куски, и как только диск вылетает, мы сразу же берем какой-то кусок, который был на нем, начинаем его устанавливать на каком-то другом диске. И мы так можем делать параллельно бесконечно. Сколько у нас есть дисков, мы столько можем параллельно, по большому счету, восстанавливать. И чем больше кластер, тем быстрее вы можете восстанавливать. Когда мы запустились, скорость восстановления была 2 ГБ в секунду. против 100 МБ это в 20 раз быстрее. Сейчас, наверное, еще быстрее, потому что железо еще больше стало. То есть мы как бы его блоки по-другому раскидываем? Да, то есть, предположим, на нем было 8 ТБ данных. Это значит, что было примерно 2000 блоков по 4 ГБ. Как только он отказал, мы говорим, ну, как бы, надо восстанавливать. И теоретически 2000 дисков могут одновременно начать восстанавливать к себе по маленькому кусочку. Получается, нагрузка очень копеечная для каждого диска. И скорость мгновенная. Вот. В системах, когда у вас есть какое-то там партиционирование, равномерно размазаны партиции, там у вас более-менее все диски равномерно заполнены, у нас же диски часто могут быть неравномерно заполнены, потому что мы эти куски 4 ГБ куда-то там кладем и как-то они там раскладываются по кластеру. Нам нужно как-то добиться того, чтобы это было более-менее равномерно. Значит, первая причина, почему может возникнуть неравномерность, если мы пишем все равномерно, это диск был недоступен. Ну, или сервер. Мы с ним работали. Он там, не знаю, несколько часов был недоступен, на него ничего не писалось, на нем больше свободного места. Замена диска, с другой стороны. Мы вставили чистый диск, он совсем неравномерно заполнен, на нем ноль данных. Расширение кластеров. По большому счету такая же процедура, в смысле то же самое, что замена диска, но в большом масштабе. Мы взяли, доставили сразу там, например, 2000 дисков. Для того, чтобы решить все эти проблемы разом, есть один очень простой процесс, который занимается балансировкой. И его суть очень простая. Он берет, находит какой-то диск, который заполнен больше среднего внутри этого дата-центра, в процентах. Потому что у нас есть и 8, и 6, и 10 терабайтные диски. Мы смотрим, скажем, там, средний у нас 80, на этом 81% заполненный. Так, давайте что-то с ним делать. Находим другой, который меньше заполнен, чем средний. И говорим, перемести диск. То есть, по сути, восстанови диск, который был на одном, восстанови блок, который был на диске А, восстанови его теперь на Б. И сервер, на котором стоит диск Б, он начинает этот 4-гигабайтный кусок у себя восстанавливать. И мы можем запускать таких, собственно, опять же, бесконечное количество, столько, сколько у нас есть дисков, можем запустить. И цель всего этого процесса, который выполняется постоянно, добиваться одинакового заполнения в процентах на диске. Как только видишь, что ездит расхождение, он дает такие вот команды. Все просто и железобетонно. Но, когда мы начали заниматься восстановлением данных, делать первые попытки, так сказать, обнаружилась вот какая штука. Если начать восстанавливать с максимальной скоростью, которую мы можем, то время чтения возрастало в три раза. То есть, теперь фотография отдавалась вместо 7 миллисекунд, отдавалась, не знаю, 20 с лишним миллисекунд. Казалось бы, это, если вы получите фотографию через 20 миллисекунд, это не страшно. Но, в общем, для системы это не очень хорошо, потому что это усложняет мониторинг, это может оказывать эффект на другие системы, например, система раздачи, которая считает, чем быстрее он заберет данные и что с ними сделать, тем лучше, потому что данные живут меньше в памяти, меньше нагрузка на ГЦ. В общем, эффектов довольно много от изменения времени. Но основное, это, конечно, эксплуатация. Это то, что на графиках вы видите какую-то нехорошую картину, и вы должны автоматом на это реагировать. И вам сложно связать время чтения с тем, что там где-то восстанавливается какой-то диск. Попробовали что-то с этим сделать? Можно уменьшить скорость. Например, взяли, давайте в 20 раз уменьшим скорость, будем восстанавливать со скоростью 5 мегабайт в секунду. Эффект 30% на время. Все та же самая головка, в ней проблема. Вы начинаете писать, чаще нужно ее перемещать, и, собственно, начинаете читать фотографию, вы ее обратно дергаете, чтобы что-то там записать. нехорошо. Linux располагает замечательной штукой, которую, опять же, можно пользоваться с помощью нашей замечательной библиотеки OneNio. Эта штука работает вместе с шедулером, его шедулером CFQ. Она позволяет управлять вам приоритетами. Вы можете явно сказать к какому-то процессу или потоку, что более приоритетно, а что менее приоритетно с точки зрения ИО. Все, наверное, знают про то, что есть приоритеты у потоков, правильно? Но приоритеты потоков на самом деле никаким образом не распространяются на операции с дисками. То есть, потому что команда, которая просто говорит, ну, скопируй мне, вот, прочитай мне данные с диска и запиши их, например, в сокет, она с точки зрения CPU ничего не потребляет. И даже если у вас самый нижний приоритет с точки зрения CPU, она может убить диск, занять его на 100%. И другие будут тормозить, собственно, те, у которых стоит самый высокий приоритет. Но вот есть именно приоритет ввода-вывода. Мы им, собственно, попробовали воспользоваться. Что мы сделали? Всем клиентским запросам, которые обслуживают чтение, то, что для нас самое важное, то, что влияет на пользователей, поставили самый высокий приоритет. С этим системным запросам, когда мы что-нибудь читаем для восстановления данных или еще что-то, или запись, например, потому что она у нас фоновая, мы поставили низкий приоритет. А процессом фоновым, именно восстановление данных, то есть когда я восстанавливаю и пишу, или читаю для восстановления, или проверка целостности, мы поставили idle приоритет через его приосет. И с точки зрения CPU поставили им тоже найс, самый низкий приоритет. И еще пришлось ограничить трафик, потому что 100 мегабайт на диск, если вы, например, воткнули новую машину, в ней 32, 36 дисков, 36 дисков на 100 мегабайт в секунду, это 3,6 гигабайта в секунду. Это 10-гигабитный интерфейс уже не может столько прокачать. Таким образом, трафик приходится тоже ограничивать, чтобы сетевой интерфейс полностью не забить. Что получилось? Первый раз, когда мы расширили кластер, мы добавили 2000 дисков. Пришлось для этого переместить почти 7 петабайт данных. И это заняло всего 14 дней, на самом деле. И график примерно вот так выглядит. То есть эффект на время чтения для пользователей был всего 7%. Не в 3 раза, как раньше, а всего 7%. Так что эта штука рабочая. И мы во многих наших системах сейчас, которые связаны с хранением данных, фоновые процессы как раз переводим на CFQ с приоритетом. Раньше мы пользовались Deadline-шедулером. Это тот шедулер, который сам с точки зрения... То есть операционная система за вас пытается сделать так, чтобы так сказать запросы выполнялись за какое-то конечное время на чтение запросов. Выполнялись за какое-то конечное время. И в большинстве случаев это хорошо работало. Но вот для таких больших массовых процессов оказалось, что вручную контролировать намного эффективнее. Причем эффективнее там, ну вот, в разы. Но, кстати, это не работает с SSD так хорошо, как с HDD. Потому что с SSD совсем другие проблемы. Так, вернемся еще раз к этой нашей замечательной картинке про сегменты и блоки. Значит, вот у нас есть данные. Да, 40 гигабайт. Они расположены булочками по 4 гигабайта. Все это называется сегмент. Вопрос в том, как прочитать эти данные. Нам по-прежнему нужно знать по ключу, где эти данные расположены. В большом счете нам нужно знать что? Сегмент, размер и смещение внутри сегмента. Все похоже, как в OBS. Только в OBS это было внутри одной машины, а теперь нет, потому что сегмент у нас состоит из 10 кусков. Эти 10 кусков разложены по разным дискам. Но суть в принципе очень похожая. Сегмент, смещение, размер. Кроме того, нужно знать, а где же находится сейчас блок этого сегмента на каком диске, а диск на каком сервере. Но в принципе очень похожая история. Скажем, вот эти все 4 параметра ID сегмента, смещение и его расположение. То есть сервер и диск назовем это адресом. Это вот необходимая информация для того, чтобы адресовать данные. Как это собственно говоря устроено у нас? Есть клиент. Клиент идет к индексу с ключом. Правильно? По ключу находит информацию о том, где лежат данные. Это адрес и размер. И по адресу и размеру идет на нужный сервер с данными, получает оттуда просто массив байтов. Он говорит, слушай, у тебя такой есть диск, вот там у тебя есть такой сегмент, дай мне из него по такому-то смещению такой-то, пожалуйста, кусочек данных получает фотографию, все зашибись. Все похоже как в ОБСе, только уже не внутри одной машины, а каким-то образом это должно работать на кластере. Для этого у нас есть индекс, это отдельные сервера, это отдельный кластер машин, который занимается хранением индексной информации. Там внутри кассандра, как и практически во всех системах, которые мы используем для хранения метаданных. Она опять же распределена по трем-дата-центрам, все очень надежно. Там кроме индексной информации хранится еще всякая служебная информация, которая нужна для кластера. В общем, это такая база данных с метаданными. Что в ней хранится? Понятно, по ключу хранится информация о сегменте смещения и размере. Эта информация никогда не меняется по большому счету. Сегмент может переезжать 4-гигабайтный между дисками туда-сюда. Но сущность, твоя фотография, она как была в каком-то сегменте записана, так она там и остается. И по какому-то определенному смещению она так остается. То есть, скажем, сегмент номер 25, смещение там 5-гигабайт, 125-байт. Он так и будет лежать. Там никуда не денется. Но может мигрировать с машины на машину. Как эти данные достать? Если взять просто Кассандру, то чтение ваше будет выглядеть примерно так. Клиент пойдет в какой-то Кассандра ноде, скажет, ну-ка, давай-ка. Там нода пойдет другим нодом, там, где реально лежат данные, потому что клиент не знает. Кластер большой, у нее есть какая-то схема протисционирования своя. Кассандра сходит, что эта нода называется координатор нодой, она сходит другим нодом, достанет эти данные, получит, тогда отдаст клиенту. Казалось бы, все хорошо, но в этой схеме есть сразу несколько проблем. Кто вообще может сказать, какие две основных проблемы в этой схеме? Это нода случайная. Можно ходить к любой ноде. Ну, то есть, он реально ходит к любой ноде. Направление мысли правильное, да. Это узкое место с одной стороны. То есть, действительно, эта нода может просто в данный момент вам отказать обслуживание по какой-то причине. Ну, у нее долгий EGC случился, это же Java, да. Вы к ней пошли, а она вам ответила через 2 секунды, потому что вдруг что-то снимет. Или просто как раз в этот момент она упала. Или в этот момент там сетка дернулась или еще что-то. Пользователь получит ошибку. Либо он сделает повторную попытку, сходит ко второму серверу, получит, но вы потратите на это 2 секунды, 3 секунды. Ну, не очень хочется ждать, пока фотография будет, ну, если фотография будет вам отображаться там через 2 секунды или 3. Вторая проблема, это даже в нормальной ситуации, когда все хорошо работает, у вас появляется второй раундрип. Вы приходите на ноду, нода идет на 2 другие ноды, то есть у вас сетевых походов становится уже 2. И пауза на любой из 3 нод влияет на вас, то есть вероятно сильно больше. Представьте себе, у вас есть GC пауза в Java. Кто знает, в нормальном приложении в таком, какая нормальная пауза GC? Stop the wall пауза, в течение которой не обрабатываются ваши запросы. как вы думаете? Сколько? Ну, это на самом деле очень много, нет, меньше. Ну, скажем, давайте возьмем так, 100 миллисекунд. 100 миллисекунд GC это нормальная пауза. В принципе, не страшно, но теперь представьте себе, вы приходите на эту ноду, она идет к той, второй ноде. Та замерла на 100 миллисекунд, через 100 миллисекунд вам ответила. координатор сам поймал ГЦ, еще на 100 миллисекунд заснул, уже 200 миллисекунд. Уже неприятная картина. В нормальной ситуации у вас занимает 2 миллисекунды, а тут вдруг 200. Хотелось бы как-то эти паузы, наоборот, за счет количества серверов, уменьшить за счет параллельности, а не добавлять эти паузы за счет последовательного обхода. Мало того, мы из Кассандры прочитаем только вот ту самую первую информацию стабильную о сегменте смещения и размере, но потом нужно куда-то еще сходить и получить остальную информацию, где, на каком диске, на каком сервере. То есть нам нужно быть еще один сетевой поход совершить. То есть для пользователя вероятность того, что где-то случится какая-то пауза, и он получит ответ дольше, чем нормальная ситуация, она довольно велика. И что мы придумали? Значит, во-первых, индекс, он в себе хранит не только данные на диске в Кассандре, как обычно, то, что нам нужно по ключу, смещение, размер, там, и сегмент, он еще хранит в памяти слепок состояния кластера всего. То есть он хранит информацию о том, на каких дисках и серверах сейчас расположены какие сегменты. Он все это реплицирует себе в память, то есть общаясь со всеми серверами кластера. И эта информация лежит в памяти, ее очень быстро и дешево можно достать, и мы можем связать, получается, и за один запрос получить сразу же сегмент и информацию про все его булочки и на каких дисках они не лежат. Супер! Мы можем сэкономить, во-первых, уже один поход сразу же к какой-то дополнительной системе за один запрос и достать. Но через кассандровский протокол это сложно вернуть, во-первых. Во-вторых, у нас есть вторая проблема вот этого самого координатора. Поэтому мы делаем так. Мы входим к индексным серверам не по его родному протоколу, а по нашему проплитарному протоколу, который, опять же, сделан с помощью OneNeo. Это просто ремонтинговый транспорт по TCP. Мы приходим к запросам на индексную ноду на одну, но на самом деле не на одну, а на две сразу же. Мы идем посылаем запрос сразу же на две ноды и ждем первого правильного ответа. Что нам это дает? А, и ноды сами читают данные только с своего локального диска. Они не ходят уже никуда. Таким образом мы вот эту вот координацию переносим на клиента. И нам это дает возможность сэкономить а как раз нивелировать вот эти паузы ГЦ и всякие другие проблемы или ошибки. Если на одной ноде случится ГЦ, она замрет на 100 миллисекундов, то вторая, скорее всего, прямо вот в этот момент, скорее всего, не замрет. Вероятно, сильно меньше, скажем так. Потому что это именно параллельный запрос. И самый быстрый, кто ответит, если он будет ответ полноценным и консистентным, это отдельная история, мы возьмем его и начнем использовать. Таким образом, это называется спекулятивный ретрай, на самом деле. Мы тоже много технику эту, где используем в нашем продакшене. Она, в общем, позволяет избавиться от всяких ошибок кратковременных, там, не знаю, выволов ноды, пока вы не определили, что она полностью мертва, какие-то кратковременные ошибки, паузы ГЦ и все остальное. И мы сразу же за один запрос, очень короткий и быстрый, получаем информацию про то, где расположены данные. Причем, про все блоки сегмента. И на каких дисках они, на каких серверах расположены. Зачем это вообще надо? Получать про все блоки, потому что данные-то лежат в каком-то только одном блоке. Помните, у нас 40 гигабайт, они распилены по 4 гигабайта и фоточка лежит только в одном этом 4 гигабайтном куске. Мы могли бы достать информацию только про нее. Зачем нам доставать про все? А история вот какая. А, да, кстати, вот слайд, собственно, про время чтения из индекса. В результате, да, всего вот этого целодвижения со спекулятивным ретраем история такая. Мы в среднем тратим одну миллисекунду на обработку запроса, а 99-я персентиль это 2 миллисекунды, чуть больше, чем 2 миллисекунды. Что такое персентиль, знаете, кто это? 99% запроса будет меньше, чем... Да, все правильно. Это, на самом деле, одна из важных, самых важных метрик для... когда вы измеряете эффект, собственно, на пользователей. Потому что в среднем ваша система работает хорошо. Средняя температура по больнице, как говорится, 36,6. Здесь примерно такая же история. В среднем одна миллисекунда. Но если, например, у вас был бы, не знаю, каждый сотый запрос занимал бы секунду, это было бы вообще не очень хорошо. Получается, что каждый сотый пользователь ждал бы секунду, пока ему отобразится фотография. И как раз, если вы не делаете спекулятивный ретрий и пользуетесь, вот просто ходите к одной ноде, да, особенно если это Java, ну, это, в принципе, на самом деле, может быть на любом языке написанная проблема, система, вы будете иметь, скорее всего, персцентиль сильно выше. Если вы используете спекулятивный ретрий, то вы как раз таки убираете вот эти вот коротковременные паузы, которые могут возникать на всех уровнях, начиная с сети, кончая диском, за счет вот этой параллельности. И, ну, я считаю, что это очень хороший результат. Да, так вот, почему мы считаем сразу, достаем сразу информацию обо всех блоках? Идея такая, вот вы получили эту информацию, вы теперь знаете, с какого диска вам нужно читать данные, вы идете, начинаете читать фотку вашу, прочитали уже там почти половину фотографии, бах, ошибка. Причем это совершенно нормальная ситуация, опять же, могла сеть, дернуться, диск мог именно в этот момент сдохнуть, данные именно в этом месте диска были запорчены, да, все что угодно. Все, что делать-то? По-хорошему, нам нужно восстановить данные. Чтобы восстановить данные, нам нужно узнать, где лежат остальные два блока, с которых, например, мы хотим прочитать КСОР. Но у нас уже вся информация есть, мы ее всю достали, поэтому нам без лишних походов на еще куда-то, какие-то удаленные системы, клиент сразу же идет и говорит, окей, ладно, я продолжу читать с двух других дисков и начинает, присылает запрос, дайте мне, уже с новым смещением, дайте мне данные, вычитывает данные из двух дисков, на лету делает КСОР и, собственно говоря, догружает фотографию. Опять же, многие системы делают примерно такое же, коммерческие системы хватает, которые делают примерно такие вещи, но обычно для этого используют какой-то сервер прокси, потому что, если вы делаете систему общего назначения, то очень сложно вот эту логику декодирования вынести в какую-то библиотеку, засунуть ее в клиентскую, в раздатчик, например, видео или фотографии. Гораздо проще поставить какой-то прокси. Но если у вас вываливается дата-центр, то сами понимаете, чтобы вам восстановить 350 гигабит трафика, вам нужно довольно большое количество серверов, которые будут просто заниматься вот этим вот КСОРом и раздавать эти данные. Поэтому мы эту логику перенесли на клиента, клиент сам декодирует, а раздатчиков у нас достаточно количество, там хватает запаса по CPU и по сети и всему остальному. Вот так. Все этой сложной махиной нужно как-то управлять. В принципе, выглядит все довольно сложно. Есть куча разных серверов, там тысячи, возможно, сотни, сотни как минимум. Для этого есть выделенная штука, которая называется сервер управления. Он общается с сервером данных и на самом деле делает очень простые вещи. Он, опять же, к себе в память загружает или апеллицирует состояние всех серверов данных, знает про то, какие сегменты где сейчас расположены. По 4 гигабайт это их не так много на самом деле этих сегментов. Сами понимаете, 4 петабайта это всего лишь миллион. 400 петабайт это правильно? Да, 4 петабайта это всего лишь миллион. Соответственно, 400 петабайт это 100 миллионов. Если хранить очень компактно, то вполне себе можно хранить в память одной машины. И, собственно, что он делает? Он дает команды серверам данных, когда он видит, что что-то не так. он видит, говорит, удали блок или восстанови блок. И все. Ну, естественно, он не один. Это схема master-slave. Почему master-slave? Если мы там везде делаем распределенные системы, говорим, что master-slave плохо. Дело в том, что очевидно, что проще гораздо принимать управляющие решения, если все происходит в памяти одного процесса. То есть, если все происходит внутри мастера, то гораздо меньше шансов написать код, который будет что-то ломать. Это просто тупо намного проще. В разы. Кроме того, есть автоматический переход лидерства. Если мастер отказывает, то slave автоматически подхватывает роль лидера. Это происходит в течение 30 секунд, но для нас это вообще не важно, потому что, если мастер не работает, все будет работать. Все, что мы не сможем делать в этом случае, это писать новые данные. Но так как это у нас фоновый процесс, потому что мы зашоткатели, в принципе, можно вообще на эту тему не беспокоиться. Недоступности никакой не будет. Чтение будет продолжаться. Да, клиенты перестанут получать обновления о состоянии блоков на серверах, но так как там ничего не происходит, потому что ими никто не управляет, все, что может случиться. Какой-то диск сдохнет за это время. Ну, и что? Он сдохнет, мы прочитаем с других. В принципе, проблемы никакой нет. Как этот вот сервер управления принимает решение? Опять же, все хочется сделать максимально тупо, просто, чтобы ничего не ломалось. поэтому он построен на очень простых правилах. Мастер хранит себе список всех сегментов. Да, их много, их там десятки миллионов. У него есть специальный индекс, который позволяет ему быстро ответить на вопрос, какие блоки есть, каких нету, с какими что-то не так, скажем так. И, собственно, что он делает? Если он видит, что в каком-то сегменте сейчас не хватает какого-то блока, этого 4-гигабайтного, любого, он потерялся по какой-то причине, он просто дает команду восстановить блок. И он выполняет эту штуку постоянно по кругу. Точно так же он, например, видит, ага, у меня есть диск, которым занятость в процентах там маленькая. Он говорит, восстановить блок. Больше ничего не надо делать. Если он видит, что есть лишний блок, откуда он мог появиться? Ну, вот, например, у нас был пустой диск, мы ему сказали, восстанови. Он восстановил блок номер там один в сегменте 25, а он же уже был на каком-то диске, теперь их две копии. Он видит, ага, у нас есть две копии одного и того же блока. Один надо удалить. Какой удалить? Тот, на котором находится на самом переполненном диске, а тот, на котором более пустом диске, его оставить. И поэтому нету никаких сложных процессов, которые запускались бы и что-то делали. Он просто говорит, хочу, чтобы было везде одинаково и все блоки были по одному. Если что-то не так, выполнить какое-то управляющее действие. Ну и, соответственно, если он обнаружит, что диск сбойнул, тут уже интереснее история. Нам нужно как-то принять решение, что с блоками, которые были на этом диске, нужно что-то сделать. С одной стороны, все очень просто. Нужно просто удалить все эти блоки, то есть считать, что их как будто бы нет. И тогда вот тот самый первый пункт вот этого алгоритма, он скажет, нет блока, восстановить. С другой стороны, автоматически это делать очень опасно, потому что вдруг какой-то баг. И все блоки, мы скажем, теперь мы считаем, что их нету, все удалили, и все начало восстанавливаться, и весь класс развалился. Эта штука, естественно, все делает очень осторожно, и все автоматические такие действия, они там сильно защищены всякими разными проверками. Ну, чтобы не восстанавливалось больше, чем там, например, одновременно три диска, ну, не удалять, не более чем столько-то в сутки, всякая такая штука. Вот. И в зависимости от статуса, если диск точно помечен как характер, например, ну, то есть была ошибка ввода-вывода, тогда, значит, мы сразу, например, удаляем. Если диск просто пропал, стартную ли положение, его нет, может, просто как бы нужно что-то с админом сделать, может быть, не стоит прям сразу брать и удалять. Вот. Но, тем не менее, сама суть очень простая. Нужно просто взять и удалить все эти блоки, как будто бы их никогда не существовало. И дальше все по кругу так вот постоянно выполняется, выполняется, и все это происходит. И немножко о результатах. Сейчас у нас в OCS лежит 41 петабайт видео, это чистых данных. и фоток 4,5 петабайта. Мы туда переносим данные не сразу, если не изменяет память, видео через 60 дней, фотографии где-то через год-полтора. То есть в 60 дней они отлеживаются в OBS и настаиваются, и тогда мы их переносим. Кроме того, там хранится музыка, аттачменты сейчас, всякое такое. И если с учетом собственно оверхеда нашего посмотреть, это все занимает более 100 петабайт данных уже. такая круглая сумма. Недавно вот буквально перешли, я посмотрел, 101 там, что-то такое сейчас. И оборудование. 470 серверов всего на самом деле, 17 тысяч дисков и 27 индексов, 27 серверов мы используем под индексы. Они совсем другие, они небольшие, но с SSD дисками, а эти все с обычными HDD и диски там до 10 терабайт. Итого мы сэкономили 42 петабайта места на всем этом. Вообще сумма какая-то космическая, еще недавно казалось, что петабайта вообще как это так, а тут мы просто сэкономили столько. И перепроверил доступность за последние 12 месяцев. Доступность это собственно отношение ошибок к количеству запросов к хранилищу. Оказалось 5,9 после запятой. Сам удивился еще не менее. Первый год было меньше, потому что были спецэффекты при отказе дата-центра 30 секунд где-то или 40 секунд было недоступно. Сейчас практически нет такого. При этом у нас были аварии с отказом сети в дата-центрах всякого такого. Вот недавно буквально было. В этот день конечно виден скачок большой ошибок, потому что там и собственные раздатчики сами начинают отказывать и куча всяких спецэффектов. Но тем не менее суммарно вот за год такая вот сумма сам удивился. Цифра. Да, все. На этом все. Да. И да и нет в зависимости от раздатчика. Вот Вадим делал доклад про раздатчик музыки на конференции. Там как раз все реактивно. В фотографиях не совсем реактивно. Там вообще очень сложная система раздачи. Ее суть в том, что она нарезает фотографии на лету в нужные размеры сейчас. Сейчас мы не храним больше четыре размера, мы храним два. И там есть сервер раздачи, есть сервера нарезчики. Есть кэши. То есть там довольно сложная система. Он соответственно ходит. Сервер раздачники идут на сервера на кэши, если они там есть, достают. Если это нарезанный размер, не тот, который хранится, какой-то кастомный, он идет туда, смотрит, если их там нет, то туда идет на трансформеры. К трансформерам, слушай, возьми-ка фотографию оттуда и нарежь мне ее в нужные размеры и получи. То есть там вообще очень сложная система. В видео никакой особой асинхронщины нету. Ну, то есть нет. Да-да-да, там есть OneNeo, там есть там не реактивный подход в чистом виде, но вызовы, собственно, к самому к системе хранения данных, они всегда синхронные. Но суть в том, что мы никогда не читаем большие куски. Ну, то есть, например, в видео мы храним по 64 мегабайта. Но даже 64 мегабайта отдавать за раз это очень жирно, потому что пользователь может вообще один байт запросить. А ты же 64 мегабайта достал, да? Ну, мы читаем по 4 килобайта, по-моему, если мне не изменяет память. То есть, или по 16 килобайт, не помню. То есть, по факту клиент делает очень короткие запросы за небольшой порции данных и отдает их сразу там, ну, он записывает их в память, да, в память, чтобы они кэшировались, потом уже их отдает в сокет. Вот часть записи в сокет, она не блокирующаяся, а часть обращения к хранилищу, она блокирующая. Ну, там просто отдельный трэдпул, который, собственно, занимается этим. Насколько я помню. Да. И, да, вся часть связанная, собственно, с работой с сокетом, да, и она построена на One Neo. Поэтому, конечно, если просто брать классический вариант, там, не знаю, взять Tomcat, и там у него трэдпул, и там все-таки хранилищу, и там пойти, да, любой затык, он приведет к тому, что у вас просто все, ну, автоматически закончатся потоки. Вот. Но это, на самом деле, будет практически в любой системе. Это очень сложно сделать так, чтобы не было никакого эффекта. Тут надо, опять же, защищаться уже на совсем других уровнях. Пытаться делать так, чтобы паузы были... То есть, короткий read timeout, я не знаю, надо делать. В любом случае ты никуда от этого не денешься. Потому что полностью все синхронно. Это очень сложный код. Вот, писать сейчас этот код с восстановлением данных, когда тебе нужно читать там из какого-то количества реплик, на лету устанавливать, если что, отказывать делать повторную попытку. Да, и иногда их бывает реально по три попытки. И вот эту всю штуку сделать асинхронно, вряд ли она будет работать. Ну, то есть, может быть, и можно, но я не настолько крут, чтобы такое написать. Гораздо проще решать это по-другому. Музыка тоже читает небольшими кусками. Примерно везде одна и та же история. Вот. Ну, и опять же, абсолютно во всех системах надо делать так, и мы стараемся делать так, чтобы сервера как можно быстрее вываливались из ротации, мы это называем. то есть, чтобы они помечались как мертвые, после какого-то определенного количества ошибок. То есть, если у тебя сервер не отвечает, он не ответил какое-то количество тайм-аутов, или он стал отвечать медленно. Есть разных много стратегий, как это делать, но вы должны пытаться как можно быстрее этот сервер выкинуть вообще. Потому что ваша система все равно построена таким образом, что у вас она готова к отказу сервера. А то, что он тормозит, она к этому не готова. Поэтому лучше его выкинуть и пойти к другим серверам. Это будет гораздо более эффективно. Поэтому обработка ошибок на этих уровнях она очень важна. И то, что мы воспринимаем диск отдельно, это опять же из той же области. То есть, гораздо выгоднее на клиенте сразу выкинуть этот диск. Или на сервере выкинуть его, если он начинает тормозить. Чем у вас будет все запросы к серверу провисать и, собственно, сам, да, начнут выбираться какие-то там потоки на раздатчике и вы получите полную недоступность. Это правда, да. Что? Все? Все? Продолжение следует...